Приятного аппетита всем! Спасибо! Мы продолжаем заседание нашего интеллектуального кафе. Мне жалко, что не могу вас сфотографировать. Иначе я нарушу вашу анонимность, потому что я не смогу это не показывать. Потому что это очень классно. Поехали дальше. Поехали дальше. Давайте дойдем до четвертого шара. Мы про Спотыкач поговорим о страхах. Пойдем дальше. Вопросы потом сделаются. Вот мы начинаем у созависимых. На стороне находят утешение в шприце. А как сформулировать? Сформулировать? Я спрашивал. Когда я начал группу в Запорожье, я пытался отмазаться, объяснить им, что невозможно мне с вами работать по шагам, поэтому и не просите. Поэтому я им нарисовал эту схему и думал, расскажем про программу и гудбай. Но на самом деле они очень-то резво начали признавать, что у них то же самое все. И когда я сказал, ну хорошо, у нас здесь шприц, бутылка, а что у вас в этом водовороте? Они мне сказали, у нас депрессии, у нас злость, неудовлетворенность, у нас психосоматика, у нас начинают боячки вылазить. Вы хоть пошли накатили там, ненормально. А мы с этим живым. Подрываем здоровье, у нас больные сердца, желудки, нервные системы, головы болят и все остальное. И рак еще появляется. Там врач один на той группе есть, и он сказал, что у людей, которых он видел, у которых рак, рассказывая свою историю, он понял, что у них тоже куча резентмент, страхов, всего остального, чем они не знали, что делать. И организм, видимо, реагирует как-то, это нам непонятно. Поэтому вы можете сказать, что у вас просто этой стадии нет. Или здесь вы пытаетесь поднять себе как-то эту самооценку. Осудила кого-то, обсудила, пошла там с подружкой, потрепалась, где-то там позлилась, попережела резентмент, я самая хорошая, а лучше я не такая. Чуть-чуть стало легче, но все равно этим дело не решишь, все равно вот в этом водовороте у вас внутри депрессии, психосоматика, неудовлетворенность и все остальное. У некоторых это доходит до желания самоубийства и осуществления его, что особенно страшно. Есть похожие вещи? Да. Я уже сказал о двух свойствах мозга, которые нам мешают, с этим и есть идентификация. Начинали тенденции как-то приводить в себя в состояние равновесия, нехорошие тенденции, начинали развиваться постепенно, потом мозг уже постоянно подавал какие-то неправильные способы. Кто понимает, о чем я говорю, может сказать. Можно еще разточнить по счету двух? Это первое – это стремение к равновесию, а второе – самое ключевое. Да, а второе – это нахождение быстрого пути оптимального, да. У кого что-то подобное произойдет? Кто увидит прогрессирующее какое-то нездоровое мышление, нездоровые тенденции, прогрессирующие у себя? Как у вас, так сказать? Ну, то же самое – осуждение, как бы самый короткий способ выровняться. Это уже как бы… Увидишь… То есть, я с коллегой, что я делаю? Я пошла, естественно, обсудила, какая она недалекая и не хватает профессионализма, и это будет кататься по накатанной. Попутно я еще агрессию спущу на своем ребенке, потому что я стою думая о том, какая она негодяйка, она меня так обидела. А тут вот она что-то вот бегает, и что-то ей еще тут надо. У меня глобальная проблема – меня обидели. А тут этот еще наркот там звонит, и я уже прислушиваюсь. По-моему, не в себе. Ах, блин! И это у меня уже просто как бы… Ну, вот схема такая вот, она удалившаяся. Замечательно. Это на автомате все работает. Тут же тут мне соседка что-то сказала грубо, а я типа молилась, стояла. Сестра, молюсь, да, Господи, помоги мне. Вышла во двор, только помолилась. Полтора часа сидела, молилась. И тут мне соседка что-то про моего ребенка говорит. Я вообще не поняла, как. Я считаю себя культурным человеком. Я его голову подняла. Я ее, конечно, не материла. И по моему тону, и по моему голосу было понятно, что ребенок мне пятилетний говорит. Мама, ты по-моему что-то не то сделала. А я потом в себя пришла и сделала. Потому что голова забита у меня другим. Я нахожу способы все повозвращать, как бы, вместо того, чтобы заниматься своим душевным успехом. Хорошо, что вы это сказали, это классика просто. Вот с этим есть идентификация в той или иной степени. Все, это то, что нам надо. Теперь, чтобы немножко еще у вас некоторые визуальные такие объяснения показать вам. Я даже этот момент тоже начал рисовать определенным образом. Потому что второй шаг будет говорить нам о здравомыслии и все остальное. Мы сейчас говорили о не здравомыслии. О том, как мозг запомнил эти пути, подсказывает их нам. Это можно назвать не здравомыслием. Потому что вы будете сталкиваться с первенами в программе. Я хочу, чтобы вы знали значение каждого из них. Четко. Потому что часто бывает, что разговариваем о чем-то с людьми, с которыми ходят на группы. Ну а в одном и том же слове у людей 15 мнений. У двух алкоголиков может быть три разных мнения. И ни одно из них неправильно. Надо четко знать, что имели в виду те, кто писали. Я вам нарисую здравомыслие и нездравомыслие. Вот я про таких шариков нарисовал непонятных. Что это такое? Голова. Да. О, правильно. Это голова. Откуда ты знаешь? Две головы. Одна голова, хорошо. А там сколько? А там сколько? Замечательное пословище случилось. Значит, я рисую такую сферу, правда мне как яйцо больше оболочилось, но тем не менее. Как идеальная форма, что-то цельное. Давайте разберем слово здравомыслие, оно вам пригодится во второй шаре. В подсчетнике написано это слово. Оно по-английски пишется вот так вот. Цельный три происходит от англодинского слова sunnitas, что означает полноценный. В контексте второго шага я объясню чуть позже, когда буду говорить о втором шаге. Сейчас нарисую конкретно, что происходит. Вот наш радум. Чистый, как сознание младенца. Мы рождаемся. Какое-то время, наверное, живем еще без всяких дефектов, пока не начинаем сталкиваться с реальностью. И что-то у нас там какие-то с ней конфликты происходят зачастую. Ну вот, например, взять алкоголика. А вы уже думаете о себе, потом о своем осуждении и прочем-прочем. Вот, я не удовлетворен, не устал или еще что-то. Мозг подсказывает мне правильные пути, я правильно поступаю. Я устал, я иду спать или отдыхать. Я голодный, я хочу пойти покушать. Я там не удовлетворен, я какое-то развлечение себе ищу. И так и во всем остальном. Жизнь какие-то задачи передо мной ставит. Я постоянно сталкиваюсь с реальностью, встречаюсь. Чем я реагирую на окружающий мир? Сначала сознанием, правильно? Оно принимает информацию, обрабатывает информацию и какую-то реакцию дает. Моя рука никогда не потянется за бутылкой, если мозг не даст команду. Когда человек говорит, сам не знаю, как я выпил. Просто вот не знаю, рука потянула, взял и выпил. Мозг сначала дал команду, вот этот момент должен был произойти. Ну вот я реагирую как-то на реальность. В моем понимании, здравомыслие, это когда на запросы какие-то. Вот жизнь внешняя, люди там, все на свете. Обстоятельства, погодные условия. Пошел в дождик, надо взять зонтик, а я не пойти на пицах. Потому что, ну да, погода такая, что не хочу выходить дома, лучше выпью. Потому что, ну это у меня был как. Дождь, ностальгия, романтика, надо посидеть у окна с бутылкой. Если бутылки нет, я выйду за ней, но я никуда больше не пойду. Нормальный человек возьмет зонтик и пойдет по своим делам. Если я голодный, нормальный человек ему пойдет покушать. То есть, здоровые какие-то ответы. Пришла эта задача в мозг, мозг дал адекватный ответ. Пришла адекватный ответ. Нездравомыслие характеризуется тем, что эти ответы, если раздражитель получился, как сказала там, коллега на работе, что-то там это. Есть здравый путь решения этого. Надо только проверить, что им есть. Его можно даже увидеть и других людей, и не закрываться. Но у нас ответы такой кривой, который приводит к конфликтам. Некоторые вещи отсюда просто расшифровывают больше здесь. Конфликт. Или неправильный результат, или неудовлетворенность моя, что-то не получилось. Конфликт, который не значит человеком. Может внутренний конфликт или чего-то. Почему это происходит? Я рисую, особо не заворачиваясь, просто если это белое чистое сознание, если у нас начали происходить изменения, я рисую какие-то такие помутнения. Знаете, говорят, помутнение рассудка. Нельзя ли разве назвать то, как мы иногда действуем, реакцией помутненного рассудка? Если невозможно чисто принимать решение чистым разумом, явно замутненный разум. Как будто такое впечатление есть. Вот я хожу, у меня перед глазами, если взять какие-то стекла, вставляю такие волнистые, у них плохо видно реальность. Такое одно стекло, другое, третье. Разные стены, у меня отрицание, еще что-то. Созависимость, еще что-то. Я уже вижу мир не так. Я соответственно реагирую не так. Потому что я не могу увидеть правду о произошедшем. Я не знаю правду о себе, какой я. Я не знаю, как реагировать. Они говорят, что я виноват, что я плохой. Так есть. Так вот, о чем я вам говорил до этого. О том, что это все прогрессирует. Вот мозг один раз почувствовал. Возьмем алкоголик. Человек пошел отдыхать. Мужчина ездил на рыбалку по пятницам, пока один раз с ним не поехал какой-то пьющий друг. Он на рыбалке, допустим, выпил. Мозг запомнил. Уже точечку можно черную нарисовать. Начался процесс. У некоторых он не начинается. Некоторые едут, пьют на рыбалке, он не напивается. Ну, допустим, я не знаю, почему эту рыбалку вспомню. Ну вот. Проходит время, и он уже забывает дома удочки. Едет на рыбалку. Почему? Тут разрослось уже все. И вся эта область... Понятно, что у вас в мозгу не так все тупо. Здесь область, отвечающая за то, здесь за это. Но образно нарисовать так можно. Какие области, отвечающие там, допустим, то, чем мы реагируем на усталость, на неудовлетворенность. Оно уже дает нам столько один путь. Вот этими вот помутненными областями мы реагируем. И дальше можно связать все остальное сюда. Начинаешь пить, начинаешь вбрать. Начинаешь вбрать, начинаешь вбрать, начинаешь в конфликты, начинаешь отмазываться, нечестность. Деньги всеми не доносят люди. Ссоры, гнев, раздражение. Ситуация какая-то. Раз, он уже знает, что надо гневно отреагировать. Конфликт. Его спрашивают, где ты вчера был? Вот такой вот ответ. Вот конфликт. Понимаете? Во всем, во всем, во всем. Можно деградировать до такой степени, что, извините, уже не сможешь элементарно за собой следить. Я знаю, что это такое. Я рассказываю обычно. Я элементарно не могу пожрать, приготовить. Ел всякое дерьмо из медиазображения, потому что уже не соображал ничего. Накидаю какое-то дерьмо там на сковородку, зажарю и съем, потому что... Ну, мне все равно было. Одежда не стиранная там неделю. У меня есть наркоманы чистюю. Мне было... Потому что меня кроме наркотика ничего не интересовало. Так вот я выглядел. Такое у меня было сознание. То есть постепенно мы теряем способность реагировать даже на нормальные вещи. И любая реакция... Любое состояние даже. Усталость, одиночество. Моз реагирует. Выпей, погиб, уколисть. Почему наркоманы, кто знает, кого там были родственники на реабилитации, там есть такая фраза такая. Нельзя быть голодным, одиноким, раздраженным, усталым или злым. Почему нельзя? Потому что мозг в твоем состоянии, он тебе подскажет тот путь, который он знает. Поэтому лучше пойти покушать. Но там не говорят, во всяком случае, в центре где я был, там говорили, что это на всю жизнь. Но это не правда. Если поработать по шагам, если это все изменится, если мысли, эмоции, духовные ценности взяли на жизнь, все, что играло важнейшую роль в жизни этих людей, он идет на второй план, и что-то новое сюда придет, хорошее. Я могу быть голодным, я могу быть злым недолго. Не потому, что я что-то натворю там. Я потому, что когда я злой, мне это не нравится, я делаю десятый шаг и все. Делаю десятый шаг и я больше не злой. Если я продолжаю быть злым, я опять делаю десятый шаг. Я занимаюсь формистрами, молюсь в основном, но оно проходит. И лентаризирую. И так дальше. Раньше, я срывался, кстати, на алкоголе очень часто. Не пью, не пью, не пью. Напиваюсь просто потому, что не выспался, рано встал утром. А трудно рано не встать утром, когда сон нарушен, из-за того, что то пьешь, то не пьешь, то пьешь, то не пьешь. То хуже всего, уже и не пей, и не пей. Вот это вот бросил, начал, бросил, начал. Все системы организма выходят из-под контроля. Это ужасно, он знает. Это кошмар. Или система, или не система. Уже или одно, или другое. Не высыпаешься, и мой мозг желание поспать интерпретировал для меня, как желание выпить. Я удивлялся, как мне хочется. И причем давал даже мысли, вот именно этот напиток. Если я его не найду сегодня, я просто помылю. Киваешь. У тебя есть? Было такое, да? Вот именно это надо найти. Все, не могу. Хочу медовую с перцем. Не могу просто умирать. Красного вина сегодня хочу. Именно вот такой маленький. Все. Пойду назанимают денег. Можно бутыль купить. Нет, я какую-то бутылку куплю, не могу. Вот так разводим. Напьюсь, и понимаю, что я хотел спать. Голод, то же самое. Одиночество. Не знаю, оно у меня было раньше постоянно. Усталость. Да, наверное, да. То есть вот такой вот разум, который уже не может нормально реагировать. Когда этих черных областей становится больше, чем белых, человека, наверное, уже нужно изолировать от общества, чтобы оно ему не повредило. А он именно. Если их все еще меньше половины, я думаю, шансы на выздоровление есть. Большая книга говорит, что даже если больше половины, то шансы на выздоровление есть, если у него есть такое качество, как честность, если она еще осталась. И это напрямую с этим связано. Если человек уже очень сильно поражен, у него нет такого качества, как честность. или, возможно, он родился таким, но они говорят, возможно, опять же. Не знаю, шансы есть у всех, наверное. Тогда уже дело затруднено. Но мы хотим опять чистое состояние. Мы хотим, и зачем я все это вам рисую? Чтобы вы четко понимали, в чем дело, в чем проблема состоит. Чтобы вы не говорили общими формулировками, говоря о пути программном и говоря о здравомысле. Вы четко понимали. В контексте программы это неправильные ответы, в общем-то, на правильные вопросы. И на нормальные, адекватные какие-то запросы. И также еще есть в литературе анонимной есть такие фразы, как повторение одних и тех же действий ожидают другого результата. Тоже относится к нездравомысле. И прочее, и прочее. Большой книг это исполнил, какая не помнена. Вот это оно. И давайте сейчас посмотрим. Вот мы это все нарисовали. Примерно понятно, что с нами происходит, по какому порочному кругу мы ходим, что у нас в голове. надо идентификацию тут с вами проводить, с осуждением вашим всем остальным. Надо? Раз осудила, понравилось, два, три, поучаствовал в разговорах, на работе, там еще где-то. Я уже не могу без этого. У меня уже вот мое осуждение, уже все. Я уже что-нибудь увижу, но и все уже не так. Что-то во мне внутри плохо, я уже знаю так. Надо найти кому хуже или кто лучше меня может быть. Но я должна его опустить в своей голове, когда мне станет легче. Да. Можно я скажу вот эту ситуацию? У меня просто был такой опыт. Я была в семье, в одной в гостях, и получилось, что там начали ссориться. Два человека пришло, там круглого ряда все нарастает, там какие-то мирные слова перекидываются там. Ну, потом как, начинка закончилась. Потом прошел год, и я попала туда опять, и опять они начали ссориться. И я слышу те же самые слова и те же самые фразы, и у меня было ощущение, что это какой-то театр, а знаете, даже разыгрывается сцена. То есть, я вот думаю, это связано вот эти пораженные, одни и те же обвинения даже в той же формулировке. Ну, если невозможно иначе. Если у нас останется такая вот голова, как мы можем выздороветь? Их-то по кругу постоянно ходят, а люди же, наверное, когда в таком состоянии, не видим же. Ну, представляете, что люди, не зная этого, они идут ложатся в наркологию и удивляются, почему они после наркологии напиваются. То, что приводит в порядок наркология, этого даже нет на этой схеме. Ну, вот маленький запой. Вышел запой, все, ты опять здесь. Ничем она дальше не занимается. Так же можно перечислить еще некоторые способы лечения. Походировки, там еще чего-то. Которые не захватывают и половину, наверное. А некоторые вообще не захватывают. Ничего из того, что является настоящей нашей проблемой. общей. Вот она. Как ты не вышел запой, ты что же не сможешь вообще вначале что-то понимать? Я сказал, что наркология не нужна. Нет. Это начальный этап. И дай Бог нам дожить до того дня, когда у нас будет так, как в Америке. Где наркологии будут говорить. Иди в репцентр. Где наркологии будут при репцентрах. Где из судов будут направлять на реабилитацию и на группы. Но они начали с чего? Вы говорите об этом, когда вы говорите о группах. Они начали с выздоровления. С того, к чему мы сейчас подходим. Шаг. Я буду рассказывать о группах и все остальное. Давайте, зная все это, мы можем смело сейчас первые два шага обсудить. Обсудить. И пойти дальше. Первый шаг. Мы признали, что мы были бессильны перед алкоголем. Признали, что наши жизни стали неуправляемыми. Вот здесь я приблизительно точно перевел шаги на русский язык. Хотя я бы сейчас даже дописал слово «были» в первый шаг. Потому что я как-то его пропустил. Хотя, по сути, что были, что есть, мы бессильны. Мы признали, что мы были бессильны. Лучше были, да. Я не написал, потому что в этот момент я подумал, что разговаривается в прошлом времени. И опять стоит главу в прошлом времени. Смысл не поменяется. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Что наши жизни стали неуправляемыми. То, что мы бессильны перед алкоголем, мы признали еще на чем ходить на луну. Бессильны перед алкоголем, как он проявляется. Не перед веществом, не перед бутылкой бездушной. А перед алкогольным мышлением, наркотическим мышлением тех людей, с которыми вы живете. И тем, как оно влияет на вас. И как ваша личность изменилась из-за этого. И как вы теперь реагируете с другими людьми. Вас заразили этой заразой. И вы идете и несете ее дальше. Вы плескиваете на других людей. Пытаетесь управлять все остальное. Ваша личность изменилась. Понимаете это? Нет сомнений в бессилии. Вот теперь я хочу предложить вам другую формулировку. Ту формулировку, по которой работают шаговые группы. В том формате, как я это делаю. Мы признали, что мы бессильны перед жизнью, основанной на своей воле. Признали, что она стала неуправляемой. Я не писал этот Beleich. Я заменил и начало. Заменяют одно Содружество. Мы признали, что мы бессильны перед своими депрессиями. Мы признали, что мы бессильны перед похотью. Мы признали, что мы бессильны перед зависимостью, перед игрой, перед работой. Возв Charity-Book. Перед жизнью, основанной на своеводе. Но я не написал перед своеводием. Я написал фразой из большой книги «Жизнь, основанная на своей воле, не может быть успешной» Это написано на странице 58 внизу И это написано «Первое требование для работы по шагам заключается в убеждении В обретении уверенности в том, что жизнь, основанная на своей воле, не может быть успешной» Вот я и взял «Жизнь, основанная на своей воле» Мы признали свою беседу Почему я поставил еще жизнь, основанную на своей воле? Потому что вся эта работа, все это служение мое началось практически с того, что нарисовал я эту схему Как-то Бог дал мне мысли, начал рисовать и получилось вот это дело года полтора назад И она иллюстрирует жизнь, основанную на своей воле И для того, чтобы это уже перешло в какую-то групповую работу Нужен был такой первый шаг, который будет соотноситься очень хорошо Жизнь, основанная на своей воле Глядя сюда, понятно, что мы висели перед такой жизнью И это связывается сразу с концом первого шага Из книги, пожалуйста И знали, что она стала неуправляемой И теперь, видя этот круговорот сумасшедший Я хочу спросить еще у вас У кого есть сомнения какие-то? Кто еще считает, что он может управлять своей жизнью? Можете, конечно Но, если вы признаете, что каждый раз получается вот так Подумайте, надо ли вам такое управление? И управление не это И не рабы выли больше, чем господа в данном случае Это иллюзия Иллюзия управления своей жизнью На самом деле На самом деле я вам скажу, кто управляет вашей жизнью Вашей жизнью управляют вашей резентмент Ваши страхи Вина, стыд, жалость себе И ваши больные родственники Через вот это все Через резентмент, через страхи Другие люди, которые живут в вашей голове годами И не хотят оттуда уходить Кто-то нанес нам обиду 20 лет назад Мы до сих пор не можем спокойно себя чувствовать Когда его видим или вспоминаем Жалеем себя и все остальное Мы тратим массу людей Огромное количество времени мы тратим На пережевывание этих обид На страхи На действия, вызванные страхом А посему уже Не способны привести к хорошему результату На реакции Вот этих вот больной налогой Нездоровой Нашего неполноценного сознания Нарушенного На последствия На разгребание последствий Своих неправильных действий На это переживание Чувства несчастности Из-за того, что мы находимся не на своем месте Мы не знаем, какое наше место Это одна из вещей, которая даст программа Вы увидите, какие вообще пласты Можно сказать Всего она захватывает Всю жизнь Меняет всю жизнь Неуправляемым Бессильным Бессильным Вот в чем заключается первый шаг Мы с утра кто будет, его сделаем завтра Я знаю, что вы Берут, то есть не говорят Что вы признаете это все Но мы чисто соблюдем формальность Даже больше для того, чтобы вы процессуально Запоминали, как это делать Я уже заметил, что если позволить людям делать шаги Каждый как хочет Первое, это у них не получается обычно На каком-то этапе они останавливаются Потому что им спонсор не нужен Они себя не видят И все остальное Второе, они не способны доносить Весть, даже если не что-то получается И те, кому они доносят Даже если не могут Те уже не смогут ничего доносить Потому что есть разница между книгой И тем, что мне сказал тот И тем, что мне сказал этот Я не знаю, как это все делать Нужна встроенная система Поэтому мы сделаем шаги Так, как я делал это с другими людьми И это похоже на то, как это делают равнинные алкоголики В простом способе Теперь второй шаг Первый шаг сказал нам о проблеме Я уже говорил о шагах сейчас Мы сейчас пройдем кратенько По всей программе выздоровления Вы уже будете знать Точно, что нужно делать в шагах Ничего другого По ней особенно и не делается Как вы знали заранее На что вы пошли Второй шаг Это решение Первый шаг Проблема Второй шаг Решение Пришли к убеждению Что сила более могущественная Чем мы Может Что? Вернуть нам здравомыслие Теперь понятно Уже нарисовал вам вот это все Теперь вам понятно Почему вернуть здравомыслие Почему не написано Сила более могущественная Чем мы Может сделать наших родственников Презвыми Или может Научить нас Чему хотите там научиться Может Вернуть нам душевный покой По сути Она же может вернуть душевный покой Почему говорится о здравомыслии? Потому что Проблема у нас здравомыслия Вот в чем дело Если проблема такая Надо дать решение этой проблемы Если второй шаг Говорил бы о каком-то другом решении Которое не было бы решением Проблемы первого шага Программа бы уже не получила Это была бы не программа Я хочу, чтобы вы научились Видеть логическую связь Между всеми шагами И понимали Почему они так составлены? Считая вопросник по созависимости Я совершенно не понял О чем говорит там третий шаг Когда я расскажу вам По первоначальной правиле Не поймете, зачем нужен третий шаг Также и другие вещи Можно запутаться К убеждению Что сила более могущественная Появляется теперь у нас на схеме Для меня это изначально был Бог Как я его понимаю В третьем шаге программа Скажет Бог, как я его понимаю Поэтому я не против написать слово Бог Если кому-то из вас это не нравится Мне все равно Потому что я А тут лучше Бог как его понимает Пришли к убеждению Что сила более могущественная Может вернуть нам здравомыслие Теперь важный момент Который мало кто знает Если дословно перевести То, что написано в втором шаге Там не говорится Вернуть нам здравомыслие Там стоит глагол Который переведено так вернуть Restore Который означает Восстановить Дословно в русский язык Перенесено словом реставрировать Довугленно просто Понимаете? Что такое реставрировать Что-то было когда-то В хорошем состоянии В идеальном Новенькое было чистенькое Потом В ходе жизни И неправильного обращения с ним Там шкаф какой-нибудь В финале В нем появились какие-то Дефекты Теперь нужно его отреставрировать Мы отдаем его реставратору Он реставрирует Восстанавливает Чинит Исправляет Вот что значит это слово Но даже не сколько чинит Исправляет Сколько восстанавливает Восстановить Что-то было Пришло в некоторую Может быть Хоть и небольшую Может быть большую негодность Неважно У всех по-разному У кого-то может быть Одна вот такая точечка Я не даю этому покоя У кого-то уже Пол башки снесло Он до сих пор не понимает Вернуть нас Написано вернуть Восстановить И дальше написано Нас Реставра Кто знает английский Понимает Восстановить нас К здравомыслию Теперь слово здравомыслия Разберем Второй шаг Там почти все слова Кроме сила более научная Чем мы Все остальные слова Нуждаются в объяснении Потому что если вы поймете смысл Как написано в английском Он больше дает представление О том чем мы будем заниматься И во что мы сейчас должны поверить Sanity Sanity Вот оно Наши Переведенного как здравомыслия В толковом словаре Английского языка Написано Полноценное мышление Чистое ясное мышление Чисто Как имеют Sound minded Чистое ясное разум Полноценное мышление Чистое ясное разум Полноценное потому что происходит От латинского слова Sanitas Полноценное Вот толковое значение этого слова Одним словом здравомыслия называется Кто православный знает слово целомудрие Оно означает то же самое Цельный уже разум Который дает адекватный ответ Санит нас Sanity Сила более могучная Может восстановить нас Восстановить наш разум Состоянию чистоты и полноценности Которая характеризуется Адекватной реакцией на все окружающее И на самих себя Адекватные взгляды Адекватное поведение И мышление И начало шага Стоит перевести отдельно Там написано Came to believe Что по-русски переведено Как пришли к убеждению Слово believe Кто знает? Говори Ну вот в чем проблема В английском языке есть два слова Для слова вера Believe и Faith В русском одно В английском есть градация Здесь говорится В данном контексте Хотя слово believe Употребляется иногда и для веры Другого характера Но в данном контексте Употребляется одно из его значений Вера не на таком уровне Что да Верую и исповедую Все пошел в бой Как бы Такого уровня вера Что Ну Если у него получилось Если он говорит Что это так Может быть да Например Вы сидите дома Думаете над тем Что вам надо купить Какой-то кухонный комбайн Допустим Муж перестал пить Наконец принес денег В дом И как у вас происходит Ну там Жена вроде не ругалась Думает Дам ей денег На кухонный комбайн Вы думаете Какой купить кухонный комбайн Позвоню подружке Спрошу У нее там какой-то есть Звоните Ты знаешь Наташа Таня Маня Хочу кухонный комбайн Купить Но вот Боюсь что-то купить Что сломается Там Что у тебя там Он хорошо работает А он говорит Да У меня там Ворш Там какой-то Там это Работает как часы Все Вы думаете Столько денег Поверить Не поверить Это вообще нормальный человек Наверное Чего я меня обманываю Поверю Пойду куплю Вы пошли купили Пришли домой Включили Он поработал там Месяц два Три Действительно Все хорошо Теперь вы уже Поверили На другом уровне А вот эта вера Вот она В данном случае Обозначается Словом Believe Came to believe Это пришли К этой вере То есть убеждение Это не совсем То слово здесь Но оно может быть Вполне адекватным Здесь тоже используется Но вы должны знать Что там написано Изначально На самом деле И что это значит Вот о какой вере Говорится Сначала я попробую Получу подтверждение Тогда поверю Чтобы у вас Не осталось сомнений Что это именно так В данном случае История И практика Любых анонимных Содружеств О чем говорит Привлекательность Идей Вместо пропаганды Что сначала происходит Приходит новичок Кто-то ему показывает Привлекательность Этих идей Хорошо если группа Как у нас пока сейчас Получается В основном Просто один человек Какой-то Или два Которые знают программу Вылета выхватывают Отводят И что-то ему рассказывают О себе Какие мы были Помните я вам читал Какие мы были Что с нами произошло Какие мы стали Если вы хотите Обрести то что мы имеем Вы готовы на все Роте достижения цели Вы готовы Предпринимать Определенные шаги Ну говорится об этом Хочешь получить То что мы Видишь мы нормальные Трезвые Чистенькие Но Ты слышал Наши истории Ты знаешь Что мы алкоголики Такие же как ты Еще и хуже Вот Были И он тут Может прийти К этой идее Может не прийти Понимаете Другой подход был бы Если бы здесь стояло Слово вера Может быть Другого порядка Или это слово Использовалось бы В другом смысле Это если бы Человек приходит И мы ему говорим Так Все Ты алкоголик Ты больной человек Ты должен делать шаги Тогда ты выздоровеешь Давай Приходи к нам Мы тебя сейчас Закроем в репцентр Сделаем Тебя короче По всей программе Обработаем Ты будешь трезвый Счастливый Все будет хорошо Понял Он такой Ну я не знаю Как бы Я не очень-то верю в это Я не могу в это поверить Нет Ты должен в это поверить Все будет нормально Он говорит Ну покажите мне Кого-то Кто это сделал Не важно Вот мы это сделали Все они это сделали Все это сделали Все хорошо Приходи Уверуй И все Больше ничего тебе не надо Он не может уверовать Потому что Он может уверовать Но это может не венчаться успехом И он может уверовать и подпитывать себя потом какими-то, я не знаю даже чем. Мне трудно было верить, не видя перед собой людей, которые представляют собой образец действий этой веры, образец перерождения человека. Мне трудно было верить. Мне трудно было верить, пока я не встретил своего спонсора. Это первый человек, который согласился со мной это все делать и рассказал мне, как это делается, что с ним было, как он страдал, как он выздоровел, как он устал, жизнь его изменилась. До этого я мог слушать только какие-то спикерские собрания, а вживую так. Не мог найти эту привлекательную идею, причем, чтобы мне еще этот человек помогал, потому что я с одним американцем общался, но потом уехал. Так, чтобы кто-то реально помощь предложил. Поэтому, когда мне предложили помощь, я услышал, что человек понимает, о чем он говорил, что не изменилось, я сразу же came to visit. Моментально просто. Я говорю, давай делать эти шаги. Какого уровня у меня была вера, как вы думаете? Доверие. Давай, какого уровня, доверие, да? Испуг, скорее всего. Испуг? Мне было страшно от того, что моя жизнь полностью неуправляемая, и, скорее всего, я помру, если еще буду пить такими темпами. А с другой стороны, есть какой-то человек, который утверждает, что у него было то же самое, я ему верю, в этом я ему верю. Но я еще все же сомневаюсь, получится ли у меня достичь того, чего он достиг. Но я из двух зол просто выбираю меньше, и думаю, так я точно помру, а так, может, помру позже. Или может просветь зверю хоть на какое-то время. Или пока буду делать эти шаги, может, не буду пить. Думаю, ладно, попробую. То есть это не та вера. Та вера нам придет, когда мы получим плоды этого. Об этом написано после девятого шага. Поняли, о чем говорится? Пришли к вот такой начальной вере, что сила более могущественная может очистить наше сознание и сделать его нормальным и адекватным. Вот второй шаг суть его. Написано, сила более могущественная. Я хочу развеять некоторые заблуждения. Говорят, группа может быть силой более могущественной. Слышали? Да. Может, это так или нет? Ну, я не знаю, у меня было так на первом этапе. Замечательно. Я не хочу ввергать вас в дебаты. Так или не так. Это так. Группа может быть силой более могущественной. Но так как мы говорим о втором шаге, скажите мне в контексте второго шага, может ли группа быть силой более могущественной, которая вернет нам здравомыслие? Нет. Если мы говорим о «моге», мы говорим о «моге». Да, мы говорим о «моге». Какие же люди собрались? Заблуждения развея. Сила более могущественная в виде группы может быть силой более могущественной, но здравомыслие вернуть кучка людей, бессильных, перед тем, перед чем бессилен я, как бы они хорошо работали, они не могут. Последнее, о чем нужно знать, чтобы сделать качественно второй шаг, и об этом написано в большой книге. Я хочу вам просто объяснить это, чтобы вы не просто читали, а понимали, о чем вы говорите. Первые два шага в большом книге вы нигде не увидите написано. Первый шаг мы сделали так, второй шаг мы сделали так. Третий – да. Подошли к третьему шагу. И дальше будет четвертый, пятый. Каждый шаг дальше отдельно будет объяснят. Но первый и второй вы нигде не увидите отдельно над и жирным шрифтом, как с остальными шагами. Где же они? А вот они. Они обозначены А, В и В. А – это первый шаг, В и В – это второй шаг. А. Мы были алкоголиками, или мы были созависимы, или мы были своевольными людьми, и не могли управлять своей жизнью. Б. Зачеркните, возможно, там написано «скорее всего». Скорее всего, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма. И В – Бог мог избавить и избавит, если, затеркните, обратиться к Нему, там написано «искать Его». Именно так и написано. Я не знаю, почему «обратиться». По-английски написано «искать». Есть ли «искать Его»? Вот второй шаг. Давайте разберем уже второй шаг до конца. Скорее всего, никакая человеческая сила не могла бы избавить нас от своеволия, от нездравомыслия, от созависимости, от чего хотите. Самый корешок своего. Почему никакая человеческая сила не могла сделать это, не могла вернуть нас в здравомыслие? Какие человеческие силы пытались? Потому что вы больше находитесь в роли человеческой силы, которая пытается вернуть здравомыслие вашим алкоголикам. Клали в больницу, прибегали к прессингу, запрещали, ругали, отказывались от меня, полукали, поощряли, когда не пила, все остальное. Кнутом и пряником. Кнутом, пряником, энергологическим, диспансером. А так же созависимые. А вы понимаете, да? Я не знаю, правиль или нет. А вы спасаете? Я себе некогда подумать. И вам я не знаю, сможете ли вы написать, потому что я даю вопрос, когда работаю с зависимыми, на втором шаге. Перечисли все человеческие силы, которые пытались тебе помочь, и напиши, что из этого получилось. А вам как же? Вы же спасатели. Вы же спасатели. Неужели какая-то сила? Так кто мне? Зачем мне помогать? Вы же не думали об этом. У вас, может быть, эта сила и есть группа, может быть, и была единственной силой, к которой вы пришли, обратились, когда поняли, что у вас проблема. Точнее, пришли, вы наверняка, я подозреваю, когда думали, что у него проблема, потому что у вас зазвали, говорили, что мы помогаем родственникам-алкоголикам, а ваше мышление сразу эту информацию перевело. Мы помогаем родственникам-алкоголикам, как научить их управлять своими мужьями, сыновьями, за сыновьями. А потом вы пришли наверняка и узнали, что дело в вас, и те из вас, кто остались, и сидят здесь сейчас. Наверное, группой была единственной человеческой силой, которую вы обратили, силой более могучной, чем вашей. Теперь пора перейти от этапа развития Аланона в нашей стране разговора о мужьях, отвечания на вопросы, что хорошо. Разговор о мужьях поначалу может не знаю, хорошо или нет, но практикуется, вопросы хорошо, все остальное. Перейти от этапа поиска помощи у человеческой силы в виде более могущественной, чем вы. Этапу уже делания второго шага по-настоящему. Вы видите, в чем разница между способом, которым вы, блуждая в этих потемках, не имея наставников хороших и все остальное, пытались сделать шаги. На чем все заключалось, все было заразано на человеческих силах. неудивительно, что не происходило того эффекта, который мы получаем от большой книги. Все, кто делает шаги понятны. Теперь переходим уже. Заблуждение развеяно. Те, у кого не было его еще лучше, может вы просто не знали. Разницу почувствовали? Почувствовали. Поэтому никакая человеческая сила не могла избавить нас от нашего своего лица зависимости, чего угодно. Строки полностью для вас. И вы однозначно написано «Бог мог избавить, избавить, если искать его». На этом мы заканчиваем второй шаг и переходим к третьему. Как же искать его? Уже решение нам дано. И заметьте, после этих строк написано и тут мы переходим к первому и снова приступить к третьему шагу. Как-то так написано. В книге. Убежденный в этом? Да. Будучи убежденный в этом. Развиваем, развеиваем еще одно заблуждение этими строками. Кто из вас слышал о том, что нужно делать поскольку по шагу в какое-то время? В месяц, в год, в три месяца? Слышите? Шаг с года. Берем? Да, да. Хорошо. Не надо смеяться. Разрушаем следующее заблуждение. Будучи убежденные об этом, мы приступили к третьему шагу. Будучи убежденные в чем? В том, что эти три строчки относятся к нам. В том, что то, что здесь нарисовано, относится к вам. Сколько ушло времени на то, чтобы убедиться в этом? Если бы вы сидели здесь первым, где новичок? Да. Сколько вы убеждены в том, о чем мы говорим сейчас? Это относится к вам? Да. Все. Сколько нужно времени для того, чтобы сделать первые два шага? Я делал их с новичком за два часа. И этот человек до сих пор работает по шагам. Какие два года? Кто может оставаться трезвым два года? Заблуждение развивается очень просто. Вот состояние, в котором вы теперь знаете информацию и проидентифицировали со своей жизнью, знаете, что это правда. Вот состояние, в котором вы будете находиться два года. Вот что будет делать ваш мозг. Уберем алкоголика. Мы говорим, что он будет делать у вас в течение этих двух лет. Вот в какой силе вы будете обращаться к человеческим силам. Не надо конфликтов. Вот каким силам более-молучным вы будете обращаться эти два года. Вот какое здравомыслие они вам вернут. Потому что сами такие. Что еще? Вот в какое отчаяние можно прийти, о чем я вам рассказывал, когда группа не помогает, до чего я доходил до таких ужасов. Два года райской как показывают жизни. Понимаете? Поэтому и написано, будучи убеждены в этом, мы приступили к третьему шагу. Не написано, что мы ждали год, чтобы приступить к этому шагу. Который заключается в принятии решения перепоручить нашу волю, нашу из Богу, как мы его понимаем. Страшные слова, да? Но, как любой хороший учебник, программа дает задачу, он дает путь решения, и мы должны прийти к решению. Точнее, она сразу говорит решение обычно, и дает путь к нему. И чтобы мы не боялись, дальше написано, что мы понимаем под этим, и как мы должны действовать. То есть нам расскажут, как действовать. Не надо думать, что все, вот, вот вся информация, перепоручить волю жизнь Богу. А-а-а, закроем к нему на этом месте, потому что я никогда не смогу этого сделать. Вы говорили себе, я никогда не смогу перепоручить волю жизнь Богу. Давайте дадим себе шанс и почитаем, что же это значит. И убедитесь, что это совсем не то, о чем вы думаете. Опять фраза, которую 15 раз я сегодня говорил, и на которой основывается наш первый шаг, и это схема. Первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. уверенность есть. Замечательно. Первое требование выполнено. Такая жизнь почти всегда, ну это дальше объясняю, приводит нас к столкновениям с чем-либо или с кем-либо, даже если мы руководствуемся самыми лучшими побуждениями, например, спасти любимого мужа. Большинство людей пытается жить, полагая исключительно на свои силы. Да. Если мы признали свое воле, наверное, да. И дальше я не буду читать, потому что будет вашим домашним заданием на завтра. Какое домашнее задание скажу потом. Дальше идет история актера, чтобы не читать целую страницу, я скажу вкратце. Пример своевольной личности здесь показывается. Запишите, страница 59, это нужно будет читать, а что делать, потом я скажу в конце дня. В этой истории рассказывается это иносказательным образом до нас доносится образ жизни свободного человека. Актер, который, кстати, сразу исправьте себе слов, иначе вы не поймете о чем речь. В первом же предложении они бывают похожи на актеров, которым хотелось бы в одиночку написано играть весь спектакль, зачеркните, напишите управлять всем спектаклем. Тоже неправильный перевод. Там будет говориться о том, как человек управляет. На примере актера показан нашей жизни. Там говорится актер, который пытается один управлять всем спектаклем, постоянно заботится о декорациях, об освещении, балетных вставках. И самое главное о том, чтобы другие актеры играли как ему нужно. Дальше написано, что если все-таки все дело не получается, такие чувства он испытывает, вы прочитаете вот это вот, вот это вот. А то, как он пытается, ну все, сейчас не получилось, сейчас я поднажму еще сегодня, и у меня все получится. У меня не получается, потом он думает, надо с ними помягче. Сытается помягче, все равно не получается. И написано, что не получается, потому что в своих мотивах он эгоистичен. И вы прочитаете это в деталях. И вот только после этого примера уже идет то, с чего мы начинали схемы эгоизм эгоизм и ацентриизм. Объясняется эгоизм, своеволие потом, переходит в своеволие. Разница в чем, как я составил эту схему, я решил пойти с конца в начало, начал со своеволи и распрутил дальше его проявления. Здесь же человека готовят, если сразу алкоголиков бахнуть по голове, сказать, у тебя своеволие, ты эгоист, эгоист. Что он скажет? Да пошли вы. Поэтому в начале несколько глав рассказывают об алкоголизме, мяренько, все. Если вы заметите, в начале первых главах говорится только о двух сторонах болезни, о том, что мы еще больны духовно, оно уже говорится здесь. У него так написано, чтобы подготовить человека, принять информацию. Так вот, после этого всего мы получаем, это все объяснения были, мы их нарисовали, мы не будем сюда возвращаться. А вот теперь написано. Посмотрите, пожалуйста, абзац, вот конец, две строчки, и вот перед ними 60. Перед ними написана фраза, на которой я закончил объяснение второго шага, поэтому мы логично продолжим с нее. Нам нужна была помощь Бога. Вот о чем заканчивается второй шаг. Видите, как интересно? Вставочка идет, они ввели новое понятие, они его объяснили, и они продолжают. Насколько все логично. Бог мог избавить и избавить, если искать его. Почему? Здесь мы объясняем, как это делается, и почему нужно действовать именно так. Ну, фактически, параллельный к ним сейчас изучаем. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога для самих себя. Это не дало никаких результатов. на этом предложении будет основан вопрос, который будет вашим домашним заданием. Пока ничего не записываю. Первое требование, помните, заключается в обретении уверенности, что жизнь построена на свободе, может быть успешной. Вы его выполнили. Теперь написано, прежде всего, опять, для того, чтобы сделать третий шаг, мы должны были перестать играть роль Бога для самих себя. Можете вы это сделать? Что такое играть роль Бога? Что это? Перестать управлять другими людьми, обстоятельствами, планировать, строить избыточные планы, контролировать, и прочее, и прочее. Почему? Потому что мы управляем, признайте, не надо уже. Все. Нам не говорится это до того, как мы сделали первый шаг. Нам говорится это после. Потому что мы теперь уже, после того, как мы пришли к этому убеждению, мы можем сделать это. Мы можем прийти к этому убеждению, что надо перестать это делать. Потому что все равно не управляем. Если бы это было наоборот, мы не понимали, почему. Затем мы решили, что с этого момента, в этой жизненной драме, Бог будет нашим руководителем. Он наш Господин, мы исполнители Его воли. Он наш Отец, мы Его дети. В большинстве своих полезных идей просты, и этот принцип стал треугольным камнем новой триумфальной артии, пройдя протезой, мы вышли к свободе. Очень красивое описание вот этой арки, фундамент. Первый шаг, бессилие наше, неуправляемость, признание. Потом начинаем уже строить. Краеугольный камень здесь, это идея того, что решением все-таки является Бог. Второй шаг в это решение, что именно Он вернет здравомыслие. потому что ни один человек не способен влезть нам в голову и изменить вот это все, то, что сложилось рядом. Ни один человек. Исправить что-то поломанное, или, как мы говорили, отреставрировать, уже только тот, кто знает, как оно должно быть. Вы знаете, какие вы должны быть? В том-то и проблема, что вы думаете, что вы знаете. Кто не знает, честно, я не знаю, какой-то... Потому что, когда я думал, что я знаю и делал так, я был несчастен. Он знает. И Он знает, как устроено это все. Почему? Потому что Он создал мозг этот, сердце, душу. Дал нам эти способности чувствовать, дал нам то, чего нет у других существ на Земле. Дал нам, в конце концов, эту свободную волю. Ведь не только здесь поломалась. Если брать в поле, свободная воля наша поломалась. Мы живем не туда, видите, стерелочки тут нету. Живем туда, как мы хотим, из-за этого несчастного. Если воля тоже полова, надо и волю отдать. Поэтому третий шаг, говорит, приняли решение, перепоручить волю. Это избавляет от страха. Я обещал вам поговорить от страха. Развеем первый серьезный страх у тех, кто начинает работать. Обычно первые два шага не вызывают сложности. Потому что, если первый шаг вызывает сложности, ну, может, надо человеку еще пойти пожить, так как он живет. Если он признает проблему и признает решение, и дальше у него возникают сложности, скорее всего, у него есть страх. И ваша задача, когда вы будете спонсорами, понимать, что если первые два шага человек делает, и он видит модификацию, и он хочет что-то менять, но он не хочет делать то, что написано дальше, надо помочь ему увидеть правду за тем, что написано. Надо помочь ему увидеть, как эти процессы на самом деле делаются. Что эти слова значат? Ничего страшного нет. И вам нужно прийти в его состояние и говорить с ним на его языке, его примерами, говоря о его жизни, приводя свои примеры при этом. Но не вещать где-то сверху там. Ты должен делать то-то, то-то. Я тебе говорю. Нет. Спонсорство не в этом заключается. Если вы считаете, что это высоко на каких-то ступеньках выздоровления, будьте добры, снизойдите к новичку, возьмите его за руку и поднимите его куда-то, может, Бог даст. И все. Но говорить с ним надо на его языке. Если он боится третьего шага, хорошо, если вы тоже боитесь сейчас. У вас получится его убедить. Я боялся третьего шага. Поэтому те, кто боится третьего шага, кто боится перепоручить Божию Жизнь Бога. Хорошо. Вы должны вас обрадовать. Третий шаг не говорит о том, что мы перепоручаем Божию Жизнь Бога. Вас это обрадует? Кто может с этим поспорить? У вас есть большие книги, спорьте со мной. Там же написано. Там же это написано, а я говорю, что там это не написано. Видите, перепоручить, горе и Жизнь Бога. Только принять решение. О! А что значит принять решение? Это то можно съехать. Потом можно съехать. О! Наркоман сразу! Голос подал. Молодец. Я тоже так думаю. Думал, ну ладно, попробуем, что мне там предлагают. Потом, если что, заберу свою волю назад. Если не понравится. Хорошо. Давайте этот страх раздвеем. Я когда начинал делать шаги, когда я делал третий шаг первый раз, это было как раз чуть больше двух лет назад. И я позвонил своему спонсору в тот день, когда он сказал, ну позвонишь завтра, будем делать третий шаг. Я ему позвонил, я весь день мучился, я его проговорил на группе. Опять же, представьте себе, какие группы у нас были, то есть и какие они до сих пор в многих местах есть. Я говорю о том, что я не хочу делать третий шаг, я не хочу перепоручать волю и жизнь Богу. Я боюсь, то и все, я не готов дать шагу по шагам. И мне сочувствуют. Да, мы тебя понимаем. Никто вообще не понимал, о чем речь. Что в этой книге написано. И я звоню ему и говорю, слушай, я не буду больше работать по шагам, я не готов, я не могу, я не могу никому перепоручить свою жизнь, тем более Богу, который я боюсь, он меня накажет, потому что я грешник, потому что я алкоголик, наркоман и все остальное. Не хочу, боюсь. Я лучше как-то так пропну, похожу на группу, а он мне говорит, ты читал вообще третий шаг? Ну конечно, читал, я все читал, я все знаю, все давай. Он говорит, прочитай мне, пожалуйста, третий шаг. Я говорю, ну хорошо, я говорю, надоел. Пришли к убеждению, стоп. И тут до меня, он просто сказал, стоп, и все. И тут до меня дошло. Он ничего даже не взял, я говорю, ааа, пришли к убеждению. Так что, не надо ничего перепоручать? Он говорит, пока нет. Я говорю, а когда надо будет? Он говорит, потом. Пока ничего не надо, дойдем. Я говорю, ну ладно. Так а что надо делать? Если перепоручать не надо, что мне делать? Он говорит, для начала тебе надо понять, что это значит. И он мне привел какой-то пример, но я после этого привожу похожий пример, я не помню, что он рассказывал, но мне понравилось, я потом услышал историю про лягушек, и всегда рассказывал про лягушек, ну или вас-то знают. Три лягушки сидели на кочке, две решили прыгнуть. Сколько осталось? Три. Кто сказал другое число, кроме этого? Я слышал это. Ну сначала лучше сказать один, да. Ладно, хорошо. Здесь есть доброволь. Ладно. Остается три. Вот и все. Приняли решение. Я ничего не мог перепорочить. Я только принял решение. Мне нужно совершить еще кучу действий после этого решения, для того, чтобы это было возможно. Почему я объясню дальше. Но он объясни мне некоторые вещи, полностью убрал этот страх, и я с огромной радостью начал делать шедедаль. Он сказал мне, когда ты перепорочишь волю и жизнь Богу, что тебя боятся? Как ты думаешь? Он хочет тебе зла? Ну, несмотря на все мои страхи перед Богом, я все-таки понимал, что он зла мне не хочет. Он говорит, вспомни случай, когда чудесным образом ты был избавлен от обстоятельств. Я начал вспоминать, как я чудом меня не посадили, чудом, как чудом меня не убили, как чудом меня там где-то вылечили в больнице не раз после. Мне там и ногу собирались отрезать, и в голове у меня три дырки от молотка. То есть, чудесным образом был спасен из разных ситуаций, всякие другие случаи, куча всяких историй у любого наркомана, алкоголика, когда ты просто чудом там от ментов убежал, чудом еще что-то, руки-ноги не переломали. Думаю, тогда... И сгорел, не утонул. А, ну да, я и горел, и тонул. И вкушением медными трубой проходил. Короче, я думаю, да, наверное, любит. Он говорит, ну, видишь, сколько у тебя примеров. Тебе нет смысла считать, что сейчас вдруг он не будет этого делать. Ты же веришь, что он дал тебе без возможности работать по шагам, ты же веришь. Ну да, 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 да. Он говорит, так вот представь, если мы определили, он мне рисовал этих картинок, это уже я начал молевать, потому что мне легче визуально воспринимать. Он объяснял мне это на словах про здравомыслие. Он сказал, что если ты перепоручишь, он говорит, легче понять понятие воли и жизни, если представить, что воля это мысли, а жизнь это наше действие. Потому что по сути воля, была бы моя воля, я бы сделал что-то. Сначала воля появилась, желание, я бы пошел сделал. То есть выбор, я делаю выбор, я иду делаю. Это происходит в голове, правильно? Можно провести новый вид нашими мыслями. А жизнь это действие. И я что-то выбираю, я что-то делаю. До этого я делал вот так вот, понимаете, да? Он мне говорит, что если у тебя не очень хорошо получается сейчас думать из-за того, что у тебя нет здравомыслия, и не очень хорошо получается делать, и из-за этого твоя жизнь неуправляемая, то если ты доверишь тому, кто тебя любит, и у кого есть, ты признал, ты сделал второй шаг, он меня цеплял за мои желудочные убеждения, ты сделал второй шаг, ты признал, что он может вернуть тебе здравомыслия. Если ты позволишь ему вернуть тебе здравомыслия, то всего-навсего перепоручение воли Богу будет заключаться в том, что твои мысли станут лучше и правильнее. Теперь я это вам нарисовал. Ответы будут, реакции на окружающий мир. Правильнее, лучше, чище. Соответственно, поведение моё будет лучше, отношение с людьми у меня будет лучше, честнее, доверительнее. конфликтов будет меньше и в общем-то у меня меньше будет вот этого, вот этого, вот этого. Я реже буду беспокоен, раздражительный, мониторённый. Скорее всего, я больше не ухожу седневниками. Потому что у меня не будет состояния предшествующего этого. Он говорит, вот и всё. Прими для начала вот это, и не надо тебе лезть в какие-то дебри, богословия. Вот и всё, что тебе надо. я говорю так, дык, давай делай. Всё, и мы сделали третий шаг, который заключается в прочтении моего, так сказать, действующая часть, то, что нужно сделать, это прочитать маницу, смысл которой я вам отдельно изложу. не говорим. Многие из нас сказали нашему Создателю, такому бы мы понимали в 61-й странице. И я теперь на схеме покажу вам, как я понимаю эту маницу. Господи, я предаю себя Тебе. Рисуем пункт керчика такой. Потому что ещё связи никакой нет. Третий шаг. Но я уже совершаю какое-то действие в том направлении осознанное и основанное на определенных убеждениях. Я молился и для этого. Но я всё равно продолжал употреблять. Я предаю себя Тебе. Чтобы написано создавать и творить при моем участке как Тебе угодно. Если более дословно, то там написано, чтобы Ты создавал меня и творил со мной как Тебе угодно. То есть сделай меня таким, как Ты. Хочешь теперь. Потому что я же тебе не нравлюсь. И теперь когда мне спонсор сказал, что если он начнет действовать в Тебе, то наверное он что-то там в мыслях изменит, в поведении изменится, жизнь станет лучше, я стану лучше. Думаю, ну хорошо, я не просто. Сделай меня таким, что Ты хочешь. И твори, поступай со мной. По Твоей воле. Это значит, что я уже не сюда хочу жить, а сюда. По Твоей воле. Так что написано, освободи меня у Вас в русском тексте от пут, себя любви, что по сути то же самое, но я засловно перевожу от оков моего я. И это опять же легче умирать на схеме. И оков моего я. Вот эгоизм, ацентризм. Вот эти оковы. Страх, самообман, свои корыстия. И жалость себе потом. Все, что удерживает меня и лишает меня свободы. И управляет, но Вы понимаете, что это управляет, это даже здесь видно и там написано ведомые разными формами всего этого. Освободи меня от оков моего я. Для чего? Написано, чтобы я мог лучше выполнять Твою волю. Вот для чего мы это просим. Изначально трудно на это согласиться бывает. Но я уже рискнул и попер, и прочитал эту монетку. Я прошу, не для того, чтобы получить трезвость, не для того, чтобы у меня стало много денег там, красивая там подруга, хорошая машина. Не для того получается я иду выздоравливать, а для того, чтобы выполнять волю. Но, опять же, если посмотреть по схеме, можно увидеть, что другого пути нет. Живя туда, я всегда буду натыкаться на шутку. Постоянно буду несчастен, это приведет меня опять на потерпение. Там уже не будет почвы для этих конфликтов. Дальше написано, удали то, что тяготит меня. Что меня тяготит? Видите, идем дальше по схеме. Сразу здесь первая строчка мы видим. теперь здесь. Раскручиваем дальше. Меня тяготят мои резентгенции, мои страхи, у нас эти друзья не совести. Все это тяготит, оно просто висит вот здесь, на этой бедной жизни. И это накапливается, 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 я с этим хожу, хожу и хожу. и все больше времени у меня отнимает воспоминания, проживание этого всего и борьба с последствиями поведения, основанное на всем этом. Я прошу, чтобы он удалил это все, тяготит меня. Для чего? Я начал себя классно чувствовать там и жил как мне нравится. Нет. Это иллюзия. Я с 2000 года пытался протрезветь, веря в то, что я хочу быть трезвым ради того, чтобы жить как мне нравится. Как только я начинал жить как мне нравится, я начинал употреблять. Написано. Для того, чтобы эта победа, потому что это будет победа, если это сознание очистится, если я перестану так жить, чтобы эта победа могла свидетельствовать тем людям, кому я хочу помочь. Я тогда уже понял, когда это произошло все со мной, чтобы Бог оставил меня в живых, видимо, для того, чтобы я помогал тем, кому плохо. И другие наркоманы, кого я знаю, алкоголики, которые занимаются тем же, они только так и воспринимают это как служение. Мы должны... Потому что я должен был умереть уже, наверное. Люди получше меня, честно скажу, в употреблении я был похуже, чем эти люди, поподлее, погадостнее. Они поумирали. С моего двора там вымерло, почти весь двор вымер. Я только так. Приезжаю в Запорожье, узнаю там, кого там, кто там еще остался. Я что-то живу и до сих пор. Тут написано почему. Что если Бог это делает, то эта победа уже должна свидетельствовать другим людям. Я должен хотеть им помочь. А не для себя я выздоравливаю, чтобы мне было классно, чтобы мне было кайфово. Но парадокс заключается в том, что как только я начинаю помогать другим, моя жизнь наполняется таким количеством радости, удовольствия. И так Бог решает все проблемы. Причем решает он уже, а он решает их хорошо. Не так, как я их решаю. Больные головы. Он решает их основательно. Если я готов к тому, чтобы какой-то дефект характера и какой-то страх ушел из меня, он выдерливает его основательно. Не так, как я. Замажу, зашпаклю, поклюю там, прикройку красивой тряпочкой, витринку сделаю и доволен. А при первом, в каком-то акасе, оно все так вылезет, что не дай Бог. Сами понимаете. И написано... И мы должны жить создависимо только для того, чтобы для других жить. Тут не говорится, что мы должны жить для других. Тут не говорится, что мы должны. Тут говорится, что если это произойдет внутри вас, если это будет прочно и по-настоящему, то эта победа сама по себе уже будет свидетельствовать. И к вам будут обращаться, А вы будете помогать, или нет, это ваш выбор. Опять же, ваш выбор. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. И чтобы не было этого хочу, не хочу, надо дойти до 11 в Ашаре и делать его. И тогда вы будете спокойно представлять себе, рассчитывать свои силы, кому я могу помочь, кому не могу, кого нужно к кому-то перенаправить. Вы будете знать людей, которые этим занимаются, как я знаю людей по всей стране, кто способен спонсировать, кто занимается реабилитацией, кто еще что-то делает. Во многих местах знаю, куда кого направить, чем я в чем-то и занимаюсь. И поверьте, на это не уходит. У меня уходит сейчас много времени. Я думаю, как будет больше спонсоров, не будет так много времени уходить. Так же и у вас. Возьмете себе по какой-нибудь женщине там несчастной, проведете ее по шагам, у нее жизнь наладится, и вам будет радость не в сто раз, потому что ваша жизнь уже будет иметь больше смысла, чем она имела, я думаю, когда-либо. У меня, в всяком случае, так. Может быть, если бы я был женщиной, родил бы ребенка и так дальше. Может, были какие-то у меня моменты, наполненные каким-то большим смыслом. У меня их не было, потому что я наркомат. Сейчас они у меня есть. Да, и сама оценка ваша поднимется, и все остальное. Маска внутренних проблем решится, когда вы увидите. Может, многие думают, что мы не нужны, не достойны ничего хорошего, мы не нужны, не полезны, и уходим жалость себе. Когда вы поработаете с человеком, ему станет легче, он пойдет помогать другим, вы увидите, что вы нужны, что через вас делаются большие дела. Почему они делаются через вас, и кто их делает, написано в конце. Кому я хотел помочь? Хочу помочь. Полагаясь на силу твою, на силу твою, не на свою силу, не на свои познания в программе, не на свои занятия по шагам, я полагаю, а молюсь перед каждым разом, я собираюсь с кем-то поговорить, я молюсь, Господи, дай мне сказать то, что мне нужно сказать, а им услышать то, что им нужно услышать, и пусть все будет, как ты хочешь. Так, выразил какую-то мысль и пошел. Или, как сегодня я к вам, я сказал, Господи, я открою рот, и что надо сказать, то пусть я и скажу, потому что я ума не приложу, как им это изложить сегодня. Столько всего изложить, я открою рот, а там уже все говорит за мной. Так вот можно делать тоже. На силу твою любовь, что опять же говорит о том, что в таком состоянии любви у нас мало. Мы можем проявлять что-то похожее на любовь, но если вас интересует формулировка любви, мне больше всего нравится то, что написано у апостола Павла, почитайте, наисус может нам зачитать, любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, не верится, то есть да, никогда не перестает. Если у нас есть любовь, которая никогда не перестает, я думаю, что у нас не будет, что-то перестает. Созависимость, да, никогда не перестает. Но мы можем заменить ее на любовь. И понимание предначертного того пути дальше написано. Что, в общем-то, если перевести по-другому эту фразу, то же там написано, можно сказать, что это понимание свое место в этой жизни, которое ты мне покажешь, левое пламя, то есть ты покажешь мне. То есть, убиваются несколько зайцев, кроме всего того, о чем мы просим, мы можем получить еще и понимание своего пути, исследование ему. Быть счастливыми, счастливыми, то есть делать то, что мы должны делать, и сюда. И получать из этого еще удовольствие, радость, делать это с желанием. И не надо сейчас думать о двенадцатом шаге. Кто там по-у-у будет спонсировать? Я так говорю, но смотрю некоторые уже там. Не надо думать на первом шаге о двенадцатом. Потому что столько всего произойдет. Тем сознанием, о котором вы сейчас думаете, вы ничего не придумаете. Когда дойдете до двенадцатого, все пойдет само. Потому что это будет совершаться сила его, его любовь, и вы будете на своем месте. Потому что многие пугаются. Как? Я не способен никого спонсировать, я вообще себе помочь ему, мне плохо. И сейчас не может. О, к нам приехал американский друг. Сейчас он придет. Мы так и перерыва попросим еще что-нибудь рассказать. Так. Хорошо. Так вот заканчивается молитва третьего шага. Да исполнится воля твоя вовеки веков. Это последние ее слова. Твоя воля доисполнится, не моя. Все туда. Дальше написано. Сейчас мы разрушим. Добьем, так сказать, заблуждение по поводу времени отводящегося на шаги. Еще раз я вам покажу, где это сказано. Затем, 62-я страница. Мы приступили к энергичным практическим действиям. Когда приступили? Затем. Что значит затем? Затем. Затем. И дальше написано. Хотя наше решение было жизненно важным и решающим. Какое решение? Перепоручить волю любви Богу. Оно не оказало бы длительного эффекта, если бы не подкреплялось серьезными усилиями с целью осознать все то, что мешало нам внутри нас и избавиться от этого. Усилие с целью осознать, что мешало нам внутри нас. Это четвертый шаг. Там нам нужно будет приложить некоторые усилия. Сходить купить тетрадку, сходить купить ручку. У кого нет спонсора по блюде, если телефон до есть, сейчас вы заходите. А, понимаешь? Вот. Сейчас мы продолжим. Побриветствуем наших гостей. Спасибо. Добро пожаловать. Продолжение следует... 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 Вот стою у двери и стучу. Знаете, да? Кто отворит меня, зайду и вечер с ним сотворю. Я говорю, тебе можно сюда зайти, посмотреть? Я вон, спонсор, куда ты меня усадил? На какую-то тубареточку где-то там в углу. Он сидит где-то и видится на кровати. Вон всё разложено. Книги какие-то, одежда, телевизор, DVD-шневиди, всё завалено. Я говорю, для того, чтобы он вошёл к тебе, может надо прибраться немножко? Как ты убираешь в комнате? Ты же не сваливаешь всё в кучу? DVD накрываешь одеждой, сверху еду уложишь, книги. Нет, ты раскладываешь вещи по их типам. Книжки тут у тебя, то тут, это здесь. То же самое нам предлагается сделать с нашей жизнью. Для того, чтобы Бог мог в него выйти, может ли он управлять сейчас твоей жизнью? Почему между третьим шагом, где мы принимаем решение, и дальше вы узнаете, что перепоручательному аж в одиннадцатом, находится только шагом? Потому что мы не готовы к тому, чтобы он управлял нашей жизнью. Потому что сейчас нашей жизнью управляют resentment, эти люди, которые живут у нас в голове, и всё остальное. Страхи управляют, двенадцатые утверждения совести, жалость к себе, наши созависимые, ваши мужья, дети. Вот кто управляет вашей жизнью, вашей реакцией на них. Он просто не может, он бы хотел, но... Если бы это было возможно, у нас было только три шага. Сначала надо узнать, что нам мешает, и это написано здесь. Что нам мешает, или четвёртым шагом написано, чтобы избавиться от этого. Опять же, если смотреть по вот этому рисунку, это можно сказать, что это есть в замызнённой области. Нам нужно исследовать своё поведение. Для того, чтобы узнать по внешним проявлениям, внутреннюю суть нашей мотивации, к поведению, которое приводит к последствиям. Понимаете? Это так, когда мы назовём всё это своими именами, мы уже можем доверить это Богу, чтобы Он это исправил, и признать это вначале. Может ли кто-то из вас избавиться? Точнее, даже по-другому сформулировать. Может ли Бог насильно прийти и забрать у тебя какой-то твой дефект характера? Нет, не отдам, не отдам, не отдай мне его. Может? Почему? Потому что свободная воля. Он уважает, потому что свободную волю и не делает это. А я думаю, что Он может, потому что Он всё может. Но Он не делает это, а потому что Он любит нас. Уважает нашу свободную волю. Вначале нам нужна свободная воля наша, чтобы направилась на то, что мы готовы избавиться от этого. По поводу слова «готовы» это ещё один момент, который нужно объяснить. Это опять перевод, который не совсем, может быть, донесёт до вас смысл слова. Вы слышали, что нужно для того, чтобы работать по шагам, для того, чтобы выздоравливать, нужна честность, непредубеждённость и готовность. Местами переведено, как желание. Применительно к тому, о чём мы говорим, я вам напишу. Там стоит английское слово «williveness», которое корень его «will», «воля». Понимаете? Для того, чтобы быть готовыми, чтобы Бог избавил нас от чего-то. И в шестом шаге вы это читали. Полностью подготовили себя к тому. Там стоит другое слово. Но суть это же. Мы должны быть готовыми отдать что-то, чтобы Бог мог его взять. Потому что Он не нарушит наш свободный волю. Так вот, чтобы быть готовыми, лучше это понять. Обратите внимание на это слово. Вот вам это. Кто там про окончание спрашивает. Вот «не» снимаем это одно и то же. Существительное делается просто. Так вот, это и есть вопрос воли. Насколько я хочу опять перепоручать это всё туда. Насколько я готов отказаться от своих старых представлений, которые всё равно приведут меня к такой жизни конфликтам с окружающими, к накоплению вот этого всего. Понимаете? Здесь очень важную роль играет. Как хорошо вы увидите. Насколько хорошо вы сможете увидеть пагубность такого образа жизни. Вот для этого. Здесь некоторые технические такие штуки в четвёртом шаре, которые я применяю. Чтобы человек максимально полно написал то, что действительно важно. И сейчас мы поговорим об этом. Если вы готовы слушать. Если у нас гость посидит. У меня чувство вины. Пришли гости, а я рассказываю. Ну ладно. Хорошо. И вот четвёртый шар. Начинается он, как я вам уже сказал до этого, когда мы перечисляли это. Мы начинаем анализировать нашу жизнь, например. Не анализировать, простите меня. Я борюсь с тем, чтобы люди не анализировали ничего в четвёртом шаре. И сам это слово говорит. Писать. Находить их. Писать. И делать это как можно быстрее. Что мы делаем? По принципу зеркала. Если меня что-то раздражает в человеке, значит это есть во мне. Хотя для начала четвёртого шара это можно не знать. Можно начинать его с убеждения со всего круга злы. Я говорю, что я правильная. Лишь бы ты начала писать. Я говорю людям, напишите список всех людей. И дальше это написано в большом виде. Я уже не буду цитировать просто из-за недостатка времени. Всё это можно прочитать. Там говорится, почему резентмент это плохо. К чему он приводит. Что это смерть и подобное. Вы это всё и так знаете. Я говорю, напиши список всех, кому ты испытываешь. Такое у тебя бывает в любом виде. Злово, обида, осуждение, высокомерие, презрение, неуважение, раздражительность при виде кого-то. Кого ты считаешь хуже себя. С кем тебе трудно рядом находиться, непонятно почему. Даже такие сложные какие-то моменты, где нет явной обиды. Не важно, сделано тебе что-то или нет. Учреждение и какие-то принципы. Может восстаёт у тебя нутро против каких-то принципов. Дисциплина, например. Или честность. Или не укради. У каждого своего. Напиши. Человек пишет это всё. Разлинеивается тетрадочка определённым образом. Вам это пока знать не надо. Кто уже делал шагики, знает. Кто не делал, спонсор объяснит. После этого напиши, почему, чем вызван руль замен. В чём дело. Откуда он появляется. Что они сделали тебе может. Или что тебя в них раздражает. Желательно покороче. Я им говорю, что здесь вообще убило. В самом длинном примере в английской книге 19 слов стоит. Поэтому ты тоже сильно не расписывай там. Пиши покороче. Потому что это на самом деле не очень важно. Вторая колонка. И он пишет. Обидана маму в детстве меня плохо воспитывала. Папа меня бил, обижал. Обычно то, что я у созависимых слышал. Кто-то, кто-то делал, кто-то это. Написать. Этот меня раздражает, потому что он сильно умный. Этот раздражает, потому что сильно глупый. Начальник мало платит зарплату. Женщина бьёт. Муж пьёт, бьёт. Всё на свете. Деньги не бьёт. Соседка сплетничает. Что угодно. Написали. Замечательный. Теперь уже человек видит, что его раздражают. не люди, а то, что они ему сделают. И дальше. Вообще обширная тема идёт, о которой я могу сейчас говорить только об этом. Дальше я начинаю с ними разговаривать об инстинкте. Все, кому это интересно, откройте 12х12 четвёртую главу. И дома почитайте. У кого нету, может есть интернет. Я знаю, что не все, что вы купили большую книгу. И вы работать будете по ней. Но пару раз я рекомендую на первом этапе работы по программ заглядывает 12х12. Там есть очень хорошая информация. Четвёртый шаг. Какая это? 12х12. Откройте оглавление. И там написано... Не надо сейчас листать. Я буду спаваховать. Почитайте. Там написано вообще о роли инстинктов в нашей жизни. И о том, что мы с ними сделали благодаря нашему своеволю. И чем мы руководствуемся, почему мы это делаем. И о том, что насытить их невозможно. И о том, сколько вреда мы приносим себе и другим людям, пытаясь их насылить. Правда говоря, у человека три инстинкта основных. Социальный инстинкт, инстинкт самосохранения, инстинкт размножения. Это просто тот момент, когда мы поднимаем эту тему и начинаем. Я долго обычно всегда об этом говорю. И есть схема, по которой мы работаем. Я сам Дейского передал. Схему, по которой очень много людей работает. Которая объясняет основные проявления инстинктов и их последствия. Как они формируют личность. И оттуда берутся слова для прописи в четвертом шаре. Вы можете, когда будете работать по шарам. Может, мы сделаем это на завтрак. Принесем все, что есть. Вот Вова, Слены уже работали. Делали шаги. У них это есть все. И вы отселите себе эти дела. И просто объясняю людям. В чем дело? В чем проблема? Что Бог дал нам эти инстинкты. Они совершенно необходимы для того, чтобы мы жили, существовали. Чтобы вообще была жизнь на земле. Но мы своими неправильными действиями их извратили. Социальный инстинкт нужен для того, чтобы мы как-то сходились с людьми. Чтобы мы могли общаться, взаимодействовать. Чтобы кто-то мог начальником управлять кем-то. Здравым. Кто-то хорошо делает свою работу. Дружить. Общаться. Взаимодействовать. Я и окружающие люди. Но мы начинаем перегибать палку. Потому что мне хочется престижа. Мне хочется, чтобы меня признавали. Меня не признают. Я пытаюсь этого добиться каким-то нечестным путем. Я этих людей осуждаю. Взлюсь. Устраиваю какие-то интриги на работе, допустим. Кого-то ссоры друг другу. В результате получаю плохой результат. И почему? Лучше я пытаюсь нечестным путем получить какие-то блага, чтобы насытить свой социальный инстинкт. Какие-то социальные блага. Может быть, хочу быть начальником где-то. Почему он начальник? Потому что он дурак. Даже в мире. И все остальное. Да. Можно спокойно жить без этого, как указывается. Если инстинкт будет в норме. А норму знает только Бог. Поэтому мы и говорим в третьем шаге, что сделай меня таким, как ты хочешь. Создай меня, сделай меня таким и твори со мной по твоей воле. Потому что у меня инстинкты нарушены. Я все равно их насытить никогда не смогу. Я постоянно наношу влияние. На почве извращения социального инстинкта рождается резентность в результате конфликта. Дальше инстинкт самосохранения очень просто. Богом дан людям. Потому что совершенно необходим для того, чтобы человек имел крышу над головой. Средства для существования. Обеспечивать себя, свою семью и так дальше. На какое-то будущее. Мы его извращаем. Нам надо больше, больше, больше. Денег мне мало. У соседа машина лучше. Я уже ночами не сплю. У каждого свое. У женщины не знаю, что у вас там. У кого-то там кофточка лучше. Сумочка. Все на свете. Муж мало денег приносит. Хочу то, хочу и все. Хочу в СПА салон в конце концов. Дальше. Не знаю, куда вы будете. На массаж. Что в общем-то нормально. Но иногда мы не измеряем наши потребности со способностями. Возможности. Потребности наши растут. Возможности не успевают. И мы начинаем. Начинаем тогда все дело прогрессировать. Только тогда, когда мы. Пока оно в голове. Оно может прогрессировать. Но мы не осуществляем. Мы не приводим к каким-то последствиям серьезным. Когда мы начинаем осуществлять. А честно мы осуществить не можем. Потому что наши возможности меньше, чем наши запросы. Как в общем-то и в социальном инстинкте. Мы получаем вред себе и другим. Нас убивает зависть. Злость. Это желчь вся. Неудовлетворенность. У меня нету того. У меня нету этого. Опять же о чем мы уже говорим сегодня. На всем пути такой своевольной жизни. Человеком руководить вера в то, что что-то внешнее может сделать внутреннее его счастливое. Программа наконец переворачивает это уже как оно и есть на самом деле. Социальный инстинкт понятно. Насытить его невозможно. Посмотрите на людей, которые сидят в Верховной Раде или еще где-то. На людей, которые как-то судьбы вообще всего мира решают. Никогда это невозможно насытить. Ни власть, ни деньги. Много не бывает. И сколько вреда они наносят людям, которые от них зависят. Хочу быть морского завицы. Да. Правильно. Ну и третий инстинкт. Инстинкт размножения тоже совершенно необходимый для того, чтобы вообще просто продолжалась жизнь на земле. Для того, чтобы люди, которые любят друг друга, могли проявлять недочувства. Но как его извращают, можно не рассказывать. Все прекрасно знают. И сколько горечи от этого рождается. И бед. Сколько ревности вызывает. И сколько разрушенных семей, несчастных детей. и прочего, и прочего. Потому что мало. Или не так, как я хочу. Или по глупости, или по пьяни. А потом уже не хочется так жить. А что сделаешь. И прочее, и прочее. Как люди сейчас во взаимоотношения вступают. И все остальные. Как это все развивается. Всем понятно. Сколько эгоизма. Отношения. Это было всегда надежно. Эгоистичное построение личных взаимоотношений всегда приводит тоже к более душевным ранам. Но если Бог будет управлять этим процессом, то, скорее всего, все будет нормально. Вот о чем говорит программа. Любым этим инстинктом, если он приведет это в состояние, которое для нас предназначено, все будет нормально. Можете провести аналогию с последними строчками третьего шага о том, что тот путь в жизни, который ты мне покажешь. Мое место в жизни. Он сделает нас такими, какими мы уже можем жить эффективно и счастливо. И они пишут просто проявления этих инстинктов. Какие там уже это детали. После этого нужно изменить свой взгляд на то, что мы делаем. На четвертый шаг. До этого мы пишем о том, что нам сделали другие, и что у нас было задето. А теперь для того, чтобы начались изменения. Нам нужно признать то, что мы с вами, и те, с кем я работаю по шагу, признают еще в самом начале, глядя на эту схему. Что другие люди тоже своевольные. Что конфликты получаются на почве пересечения интересов. И что они руководствуются тем же страхом, самопаносным и корыстным, теми же проявлениями ацентризма, как и я. Поэтому большая книга говорит, вполне естественно для нас, признать их, возможно, тоже духовно больными. Духовная болезнь в своем уровне. Четко помните все эти термины. Если они духовно больны, написано, станем ли мы относиться так к больному человеку. и дальше нам предлагается давай-ка тебе вы помолитесь, проявите к ним уже любовь наконец. И мы начинаем делать что-то, чего раньше никогда не было. Мы начинаем молиться за тех, кто причинил нам какой-то вред. После того, как люди молятся искренне, в большом не написано, как это надо делать. После того, как они желают другим то, желают другим людям то, чего желают самим себе. После того, как они просят Бога, научи меня относиться к ним с таким же терпением, с таким же состраданием, с такой же жалостью, как я бы относился к больному другу. Довольно высокие сравнения, согласитесь. Кто из вас раньше хотел бы, до того, как мы пришли в программу, пожелать какому-то негодяю чего-то хорошего, того, чего желают самому себе, любимому, как это, мне ему одно и то же. Так все, старые христианские принципы. Нам надо их просто заново открыть для себя. Молитесь за обидчиков ваших и все остальное. А теперь мы точно знаем, как это сделать, чтобы это работало. Мы молимся за них и обиды уходят. Хотите верьте, хотите нет. Те, которые не уходят, мы будем молиться дальше. Может они идут после седьмого шага, может они идут на одиннадцатом шаге, дальше во время духовного роста, мы не знаем. Я делаю так. Два раза помолился за всех, под спонсором, и пошли дальше. Время терять не надо. И дальше же самое интересное. Зеркало есть. Я вижу, что меня раздражает. Теперь мне надо свое найти. Я начинаю в каждой ситуации, в каждой этой обиде, раздражении, во всех этих ружьян, я начинаю искать некоторые вещи. Начинаю первое ищу. Если моя вина какая-то, в том, что так произошло. Не повлиял ли я как-то на ход событий? Это все в большой книге написано. Не повлиял ли я как-то на ход событий? Не нанесли мне эти люди вред, потому что я сделал что-то не так. Если вы заметили, я вам не дочитывал все время одну строчку из вот этого абзаца, эгоизмного центризма, последнего. Настало время узнать об этом. Иногда они причиняют нам боль, люди. Помните, это когда конфликт, так сказано? 60. Когда мы расталкиваем локтями окружающих, то, что мы рисовали. После этого написано, иногда они причиняют нам боль, как нам кажется, безо всякого повода. Но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно выбор сделали, думая лишь о себе. Поэтому нам и досталось впоследствии. И вот тот случай, когда нужно вспомнить. Если нет каких-то прямых таких вещей. Да, начальник на меня наезжает тупо, потому что я не делаю работу как надо, его обманываю или ворую идеи. Если есть что-то более глубокое, надо тоже подумать. Меня спонсор всегда учил широко смотреть на вещи в четвертом шаре. Что было до, что было после. Как все это происходило. Как вообще ты к нему относишься. Что у тебя было задето до, после. Рассмотри всю ситуацию. Не пиши тупо, что я с ним нечестен был, эгоистичен. Я плохо надумал. Нет, распиши. В чем дело? Я прошу делать это. Причем я добавил еще некоторые вещи, которые в разных источниках узнал, которые просто дают потрясающий эффект. Вплоть до избавления от осуждения у людей, с которыми я работал многими. Начиная, ну буквально пару-тройку месяцев работы по шараму, мне начинают чувствовать облегчение. И оно дальше прогрессирует, прогрессирует, прогрессирует. Люди теряют интерес вообще осуждать кого-то, сравнивая себя с кем-то. У некоторых уже так процесс идет. Боюсь просто перехвалить. Здорово работает. Первое. Находим свою вину. Копаем по-руже. Смотрим на общее отношение к этому человеку и на события с ним связаны. Если есть что-то, а там написаны критерии в больших книгах, шестьдесят шестая страница, первое предложение. Зачеркните то, что там написано и напишите правильный перевод. Где мы были эгоистичны, нечестны, своекорыстны и боялись. Вместо проявляли эгоизм, были бесчестными, себелюбивыми. Слово вообще непонятно откуда взявшиеся. Ралистолюбивыми и трусили. Вместо проявляли эгоизм, были нечестными. Нечестными. Бесчестие это сильное слово для того, чтобы там написано. Себя любимый, зачеркните, там вообще нет в английском тексте этого слова. Там стоят четыре вещи, которые мы ищем. Их проявляли. Эгоистичными, нечестными, своекорыстными. Своекорыстными? Да. Там написано, преследовали свои корыстные интересы. Но если вы слушали внимательно, то self-seeking вам объяснил еще и то значение английское, которое упущено в русском значении этого слова. Очень важное. Что вы будете искать, как вы поднимаете самооценку за счет других людей. И вместо трусили, потому что это вообще в прорамение относится. Мы слушаем боялись. Где, наверное, руководение страха? Какие страхи? Меоцентричные страхи. Не страх высокий. Не страх букашек. Как некоторые пытались мне писать. Написали, да? И вот по этим критериям мы оцениваем наше поведение. Где мы эгоистично к кому-то относились? Где свои корыстные? Где из страха что-то делали? Где пытались поднять силу саманса? И тут мы уже начинаем, если вину свою нашли. Даже если не нашли, если не нашли. Мы начинаем искать самое главное. Это то, что многие еще не делают, что работают по шагам. Но я думаю, что если будет больше информации о результатах, которые были у наших, кто это делал, будут добавлять и это. Я знаю людей, которые только ищут свою вину и все. Если у него нет, они ничего не пишут. Мы ищем, зачем нам выгодна эта обида. И это как раз удар по форме души. После этого происходит эффективное избавление от обид. Еще на четвертом шаге. У многих людей с ними я работал. Почти у всех. Многие обиды уходят. Даже сильно сидящие. Даже до седьмого шага. Даже до того момента, когда мы будем просить избавиться от своих вещей. Зачем мне выгодна эта обида? Что она мне дает? Зачем я ее держу? Что мне такого цель надо иметь? Что она мне позволяет делать? Вот тут надо сесть и подумать. Читал он. Четвертый шаг – это усилие с целью осознать все то, что нам мешало. А вот момент, когда нам надо сесть и осознать. Нам не надо осознавать ничего во второй полоте или в первой. Нам надо осознавать вот здесь. И нужно приложить усилие. Постарайтесь тех, кто из вас еще не пишет четвертый шаг. Выбирать для этого хорошее время. Не садиться, писать четвертый шаг, как я делал, и я перестал это делать. Когда уже ночь, смеркается уже. Так, мне это поделал, телевизор посмотрел. Я не смотрел телевизор, у меня другие какие-то вообще. На компьютере, в интернете посидел. То-то-то-то. Четвертый шаг, чтобы писать уже. И уже с такой головой. Я не могу приложить усилие, чтобы что-то осознать нормально. Потому что я приложил усилие на кучу других дел. Так же и с молитвой, и со всем остальным. Нам надо учиться лучшее время тратить на лучшие дела. Но не самое последнее. Приложить усилие, вы будете сидеть и прикладывать усилие. Я думаю, зачем мне эта обида? Может, пока я ее держу, я могу позволять себе делать то, что этот человек делает? Правильно же? Начальник ворует на работе миллионами с завода. Почему ему железяку вынести какую-то? Буду выносить и дальше. И по жарам работать буду, и железяки выносить. Потому что если я не буду, то у меня резентмент пропадет на него. Я не смогу позволить себе это сделать. Так же и другое. Вы можете говорить, ну муж делает это, пошел гулять. И я пойду гулять. Ребенок айсидит на. Мне нельзя, что я молодая. У меня жизнь вся уходит из этого козла. Пойду я. Или что-нибудь еще. Я не знаю, что вы делаете. Можно так использовать обиду. Можно использовать обиду или любой вид резентмента, о которых мы говорили. Каким-то еще образом. Например, осуждение, обсуждение, высокомение. Можно использовать в сравнении себя с кем-то. Можно использовать для того, чтобы поднять свою самооценку. Мы так и пишем честно в четвертой колодке, в четвертой шаге. Я поднимаю свою самооценку, говоря плохо об этом человеке. Уж у меня же легче становится на какой-то момент. Вы сами знаете. Когда особенно уже кто-то начал разговор. Ну я же не начинал. Ну и подключусь. Скажу тоже что-нибудь. Ложе провокация. Я делал это, потому что мне от этого хорошо. Вот когда вы сделаете этот шаг, я вам гарантирую просто. Хотя я не могу ничего гарантировать. Но судя по результатам людей, которые это делали уже, таким образом. Я думаю, скажем так, что вы потеряете интерес к поднятию самооценки за чужой счет. Это произойдет или сразу, или постепенно. Постепенно это происходит таким образом. Это рассказывает мне женщина. Я открываю рот, чтобы что-то сказать в компании. И его закрываю. Я понимаю, что я сейчас сделаю какую-то гадость, от которой мне потом будет совестно. А еще и спонсор скажет делать девятый шаг. Не хочу. Люди закрывают рот. Они теряют. Они знают, что это неправда. Что он не хуже меня. Я думал так всю жизнь, но теперь я уже не верю в это. Потому что я увидел правду за этим. Мне выгодно так считать, чтобы позволять себе что-то делать. И не делать что-то. Есть разные виды использования. Вы занимаетесь. Иногда мы используем какую-то обиду и злобу. Для чего нужно использовать? Для того, чтобы в себе не видеть того же самого. И тогда я прошу, подспонсорный, напиши, что в тебе есть такое, что развивается в этом человеке. Это можно третьим пунктом. Вина. Зачем мне выгодно. А есть ли во мне то, что я вижу в этом человеке? Напишите в двух словах. Не надо там опер писать. В двух словах. Может по мне это тоже есть. Признайте себе в том, что вы не менее больны, чем эти люди. Вы уже облегчили себе эту задачу. Потому что вы молились за них с этими словами. Сделайте теперь это. Тоже большое облегчение приносит. Начинаешь узнавать себя. Есть люди, которые говорят, что четвертый шаг не надо делать на ранних сроках выздороветь. Потому что он болезненный. Если бы я был американцем, я бы сказал ему. Ладно, я не буду это слово говорить. Это фигня. Я бы как постизнялся на странном углу. Это фигня. Если правильно объяснить человеку, что ему нужно делать. Смысл этого. Быть с ним в процессе четвертого шага. Это ничего не повредиться. Я чувствовал радость, когда узнавал, что, блин, так вот что меня связывает. Вот что мне мешает жить. Вот вы сейчас четвертый шаг делаете. Он плохо было? Три человека. Вот двое сдал уже пятый шаг. Нормально. Узнаем правду о себе. Может быть, первые дни выздоровления трудно. В основном. Но я делал из-под палки. Меня спонсили. Давай, давай, давай. Я бы понимал, что я сдохну, если я не буду это делать. И делал. Ничего страшного у меня нет. Это еще один страх у людей. Писать правду о себе. Это безопасный способ. Вот эти колонки. Безопасный способ изложения правды. Потому что все идет структурировано. Почему я не сторонник вопросников? Потому что там нет этих этапов подготовки. А тут, смотри, сначала пишем людей. Злые на них. Реально злые. Я прошу писать только те, на кого есть настоящие чувства. Не писать, кого я простил десять лет назад уже. Мне это не важно. Из тех, кого простил, я прошу писать только важных людей, повалявших на жизнь. И вместо три-четыре человека. Чтобы понять, как человек развивался. На пятом шаре. Мне это интересно. Второй колонку мы пишем, что они сделали. Мы уже понимаем, что человек, в общем-то... Я злюсь не на него. Может, он виноват, но злюсь я на то, что мне сделали. И это все спонсор должен объяснять потом. Третий колонку я написал. Я уже видел, что во мне инстинктики мои нарушены. Я пытаюсь удовлетворить неудовлетворимое. В общем-то. Потом я молюсь за людей уже. У меня уходит уже обида. Вот где болезненные моменты исчезают. Вот где исчезает то, чего боятся. Как постепенно и плавно оно уходит. Вопросники это невозможно. И там молитв этих нет. Те вопросники, с которыми я сталкивался. Нет структурированных таких вещей. Там могут написать, что вы должны молиться. Но так как изложено в большой книге, извините меня, на двух страницах буквально. На трех, весь четвертый этот шаг в результате. Такой пласт информации с такими деталями. Как это можно было метить? Всю программу выздоровления на сорока с чем-то страницах. Нас подготовили уже. И когда мы начинаем искать свое, мы уже не повредимся. Опять же, даже если у нас эмоциональные проблемы, если будет помощь спонсора, всегда будете старайтесь тратить время на своих под спонсор. Даже когда не получается, старайтесь название, как-то страшно, как дела, и все остальное. А пока четвертый шаг пишут особенно. Не страшно это. Мы когда написали, в чем дело. Написали руководку, зачем нам выгодно это видеть, все остальное. Мы получаем большое облегчение уже. Даже если не получаем, иногда люди не видят очередных вещей, моя задача на пятом шаге это показать. И там пятая колонка еще, это совсем не интересно. Не все это делают, я просто делаю это, привык. Просто в буковки ставим, какие дефекты характера. Кориция, кориция и честный страх. Потом мы пишем страхи. Если закончить четыре шага, тогда первый уже. Потому что это большой кусок информации, лучше его сразу дать. И опять же, то, что я вам рассказываю, это именно то, что вы будете делать, и те, кто начал сейчас работать с нашими спонсорами и топористами, это именно то, что вы будете делать. Поэтому вы сразу будете все знать, бояться нечего. Ничего страшного нет. Одна из целей моей поездки развеять некоторые страхи, правда. По четвертым и девятым шаге, в частности. По третьим, четвертым и девятым, то, что мы не любим. Дальше мы занимаемся, второе у нас проявление. Это, кстати, если вы будете читать книгу, это три проявления своевольной личности. Просто чтобы вы знали, это очень логично вписывается в нашу схему, именно в таком контексте. Проявление своевольной личности. Об этом написано на странице. Как раз на четвертом шаге. Он начинается. Будучи уверенными, буквально второй абзац четвертого шага. Будучи уверенными, что наше Я во всех его проявлениях. Пока мы не столкнемся с кем-нибудь или с чем-нибудь, мы не увидим этих проявлений. Если я эгоистичен и оцентричен, и никто на это не укажет, противопоставив мне свою волю, зеневую столкновение интереса, то я буду актером, который управляет всем, и все управляется. Но если кто-то против, обычно все против, вот проявление. Понимаете, почему проявление? Будучи уверенными, что наше Я во всех его проявлениях, Сел, Я, было причиной нашего поражения, мы рассмотрели эти его обычные проявления. Вот начинается четвертый шаг. И рассматриваются все эти проявления. Так легче понимать программу, когда понимаешь, что за чем идет и почему. Хотя сейчас я допускаю, что у вас еще кашла будет, но оно вскаканится постепенно. Дальше занимаемся страхами. Очень просто. Первую колодку пишем. Только не вздумайте, пожалуйста, еще такой момент. Мне уже тут говорят, та начала писать четвертый шаг, эта начала писать четвертый шаг. Пожалуйста, возьмите спонсора. Они есть уже. Но есть уже спонсоры. Звоните мне. Я их постоянно от других людей свожу, потому что я их всех спонсировал. Есть люди, которые это делают уже. Не найдется тут. Возьмите по телефону с Киевом поработайте. Там на Фениксе есть спонсоры. У Аланона есть какие-то спонсоры еще. Не надо самому этим заниматься. У нее получилось, но до пятого шага. Все равно потом приехала делать. Невозможно это. Успешно вы не сделаете шаги. Вы вообще их не сделаете. Вы даже пятый шаг не сделаете. В смысле? Не сделать первые три, делать четвертый. Те, про кого я узнал, я предложу спонсорам. Но вообще, не изобретайте велосипед. Я уже рассказывал, что я пытался делать такие шаги, а эти не делать. Тот, который нравится шаг, я буду делать, а тот, который не нравится, я не буду делать. И в результате я нажрался. Зачем это надо? Так вот. Это моя реакция на то, что кто-то начал рисовать себе колоночки. Не надо ничего рисовать. Это спонсором будете делать, когда придет время. Первую колоночку. Просто пишем, чего я боюсь. Я прошу человека, сядь, помолись и подумай. Где ты бываешь? С кем ты общаешься? Что сегодня в твоей жизни есть? Чего ты сегодня боишься? И первую колоночку. Это поверхностные страхи в общем напиши. Боюсь, что то-то, то-то мне то-то, то-то сделает. Боюсь, что там, что он может написать? Мой муж, то-то, то-то, то-то. Боюсь, что мой сын, то-то, то-то, то-то. Боюсь, что у меня начальник понизит меня и выгонит с работы. Боюсь, что меня, я не знаю, там. Я пока купался на ваших пляжах, у меня постоянно был страх. Я спрашиваю, боюсь, что на меня упадет камень сверху и придавит меня. Везде надписи, осторожно, ко мне пад, и под ними лежат люди. Да, шутка. Не, ну я да. Что-то всё. Привлекательность идей. Приезжайте к нам. Вместо пропаганды. Хорошо. Ну и вот. Пишем такие страхи, какие у нас есть. Не пишите только страх висоты, если, когда вы сидите дома, у вас его нет. Или когда вы на работе. Если вы не работаете, конечно, монтажников и сотни нет. Потому что мы изучаем эоцентричный страх. Это не смешно. Это мой взгляд может быть. Это взгляд моего спонсора. Но я встречал руководство в Америке работы по шарам. Где пишется. Страхи бывают такие. И в перемешку с теми страхами, которые нас интересуются. Эоцентричными страхами пишется. Высоты, глубины, воды, воздуха, букашек. Если ты сидишь дома и боишься букашек, которых нет в радиусе 15 км. Наверное, надо писать. Мне кажется, это уже больше дело психиатрии, чем программы. У нас интересуют эоцентричные страхи. Читайте книги, где это все написано. О чем говорится. Вторая колонка. Корневые страхи надо найти. Опять же, сейчас не все это делают еще. Но я думаю, придут к этому. Потому что эффективнее уходит оно. Если копнуть глубже, чем просто какой страх умеете. Потому что многие люди делают. Может некоторые из вас возьмут таких спонсоров. Скажут, написать все, чего боишься. И помолиться за это. И все на этом окончено. Как меня учили. Тоже много людей и так делают. Узнай, что за этим стоит. Что ты боишься на самом деле. Потому что иногда у нас. За каким-то поверхностным страхом скрывается что-то совершенно другого рода. Нам кажется, что мы боимся вот этого, вот этого. А на самом деле там другое. Я боюсь, недавно слушал четвертый шаг. Это, кстати, постоянно такое. У разных людей один и тот же поверхностный страх может иметь три разных корня, а то и больше. Боюсь, что мой сын умрет. Например. Или там убьет под машину. Корневой страх. У одной. Это их жизнь. Это я вам рассказываю. Я больше двадцати пятых шагов принял у женщины. И слышал всякое. Одна пишет. Боюсь остаться без любимого сына. Быть одинокой и все такое. Потому что я люблю его. Другая пишет. Кто ж меня будет содержать в старости? Боюсь нищеты. Третий еще что-то. Деньги на кухон. Да. Или там. Боюсь, что меня выгонят с работы. У одного человека социальный инстинкт более извращен. Он пишет. Боюсь там не удовлетворить свои, не добиться чего-то. Не вырасти по служебной лестнице. И что-то там. Не стать специалистом. Третий пишет. Второй пишет. Боюсь нищеты. Боюсь, что денег не будет. Четвертый пишет. Боюсь, что никогда не найдоров. Это тоже нищеты и страх. А пятый пишет. Боюсь остаться без секса. Потому что спал в секретаре. И все. У каждого, кого что более извращено, тот и пишет. Поэтому надо искать корневые страхи. Иногда по поверхности, пройдясь, мы оставим корешки глубоко. И не найдем их. И мы ищем, закручиваем кино до конца. Что за этим страхом стоит. Чего мы на самом деле боимся. Что произойдет. Смотрим на царь. Что случится. Что случится. Что случится. Пиши. Может что-то глубже еще. Напиши, что глубже нет. Оставайся. Мы находим страх одиночества. Быть отверженным. Быть непринятым. Бедным. Нищим. Умереть. У некоторых страх умереть не является корневым. Они пишут. Будь попасть в ад. Будь неизвестности. Мучений. Или еще что-то. Как угодно. Написали. И третью колонку. Она такая большая. На всю остальную тетрадь. Разворот. Я прошу. Напишите. Почему этот страх до сих пор есть в вашей жизни. Что вы делаете для этого. Как вы себя ведете. Как вы помогаете ему расти. И зачем вы его используете. Так же как брезентник. Зачем вы его используете. Зачем он вам выгоден. И бывают интересные вещи. Человек сидит. Ломает голову. Что я так боюсь смерти. Просто не слежу за здоровьем. Не лечу там печень. Не хожу к врачу. Тупо и все. Но обычно мы находим какие-то глубокие вещи. Социальные страхи имеют за собой. Мы начинаем выводить. Видеть такие вещи как. Зависимость от мнения других людей. Участие там. Каких-то разговоров с ним нужно. Которые постоянно потом не давают чувство вины. Не умение говорить нет. Там прочее и прочее. Люди находят. Что я делаю такого. Анализируют свое поведение. Смотрят по крайней мере на него. И записывают. С другими людьми. Что позволяет до сих пор им находиться в таком положении. Чтобы бояться. Зачем это выгодно. Иногда нам выгодно использовать страх. Чтобы что-то не делать. Чтобы не производить изменений в жизни. И пока мы не выделим этот страх. Сколько вы себе не говорите. Да я найду новую работу. Обязательно. Только завтра. Сегодня не пойду искать. Видите, что боюсь. Пока вы не признаетесь. Что вы боитесь. Почему вы боитесь. Чего вы боитесь. Что вы не доверяете Богу. Тоже в третьей колочке можно писать. И не перепоручить этот вопрос. Он не решится. И страх не уйдет. Выдянув страх. Можно встать и куда-то пойти. Страх подобного рода демобилизует. Есть страхи, которые наоборот заставляют нас шевелить одним местом. Очень быстро. А эти страхи демобилизуют. И никогда не позволят вам что-то изменить в своей жизни. Здесь нужна помощь Богу. Написали. Помолитесь за страх. Молитва очень простая. Вы прочитаете его в большую книге. Я скажу в интерпретации моего спонсора. Там он добавил два слова. Которые мне лично помогли. Потому что у меня был страх, от которого я не мог избавиться. Он мне помог. И за две недели страха нет. Господи, соделай меня быть готовым избавиться от страха какого-то и какого-то. И вместо этого направив мое внимание и силы на то, каким мне согласно с Богом он должен быть. Готовность и силы это добавило. Там в книжке все есть. А это вам спонсоры, ваши разгады. Потому что я их спонсировал. Они все равно делают шаги таким образом. Так что других способов они не знают. Поэтому все нормально. Они, может, напутают что-нибудь. Но ничего страшного. Вы первые их под спонсорами. Это хорошо. Пусть все будет хорошо. Все, страхи написали. Потом пишут инвентаризацию. Вред, нанесенный на сексуальной почве. Не путать, с чем мы подруги. Потому что я видел, как люди пишут сексуальную инвентаризацию. Сказали, пишешь сексуальную инвентаризацию. Но она так называется для краткости. Как в боевской среде. И они пишут все, с кем я там спал. Успал, переспал, недоспал. Это не то. Никому не интересно. Третий пункт. Двенадцатый. Выгрызение совести. И мы занимаемся. Кому мы нанесли вред. Потому что это та почва, на которую легче всего нанести серьезные рамки. И мы пишем. Кому мы нанесли вред. Каким образом, что мы сделали. И какими инстинктами руководствовались. Потому что это не всегда инстинкт размножения. То есть социальный инстинкт. Не часто. Когда хочется иметь престижного там мужа богатого. И там заигрывают женщины к кому-то. Используют его. Хотя не любят. И мужики тоже. Когда нужна моделька какая-то рядом. Для представительности. А на самом деле. Человек страдает. Потому что его не любят. Это кукла. И все остальное. Или там. Разводы друг друга на деньги. Или какие-то другие корыстные цели. Сколько приносит боль. Отношения по пьяни. Люблю. Жизнь отдам. Потом протрезвел. Уже после ЗАГСа. Думаю. Куда я попал. Все. Страдают жены. Страдают дети. Ревность. Измены. Боль. Все остальное. Нам надо это проиментализировать. Потому что это не даст нам покоя потом. И мы пишем. То, что ему сделал. Инстинктики там. И. Зачем моя мотивация. Зачем мне это. Ну это как я делал. Зачем мне это делал. Еще хорошо написать. Как написано в большой книге. Что следовало бы сделать вместо этого. Но это мы обычно. Я обычно этот момент проговариваю на пятом шаре. И не пишем. Некоторые пишут. Можно и так. Написали. Потом желательно написать еще одну элитаризацию. Вот. Которая называется. Вред нанесенный. Другим людям. Не на сексуальной площади. Тем кого нет в предыдущих списках. Кого мы не охватили. Потому что мы можем кому-то навредить. Чем-то. И при этом. У нас на него нет никаких негативных чувств. Повторяющихся. Мы его не боимся. Вот. Но у нас все же есть вина с недовознение совести. Чтобы с этим третьим правилением разобраться. Наши целовольные личности. Мы записываем всех. В основном на акманов алкоголика это целые списки. Того что то украл. Того развел на деньги. Долг не отдал. И все остальное. Мы записываем. Это у нас для восьмого и девятого шара. Сделаем. Вот на этом завершается четвертый шаг. Потом нужно это перед пятым шагом. Еще один раз я всегда прошу под спонсорами. Прочитает это все. Сам посиди тихонечко. Помолись. И подумает. Честно я все написал. Ничего я не укрыл того, что стоило бы рассказать. Я не из такого рода спонсоров, которые требуют обязательно, чтобы мне все рассказали. Я знаю, некоторые так делают. Говорят, что ты не выберешь. Если ты мне все не расскажешь. Все самые страшные твои тайны. Я этого не делаю. Я говорю особенно женщинам. Потому что приходится почему-то так. До сих пор не пойму я божьего промысла насчет меня. Но почему-то я спонсирую женщин постоянно. И я не знаю, как это там убежать. Но женщинам я говорю, если есть что-то такое, что у нас сексуальная инвентаризация. Особенно, когда я спонсирую людей из одного круга. Я говорю, не читай мне имен, пожалуйста. Потому что у меня был этот опыт. Когда мне читают что-то про человека, которого я знаю. Я не хочу этого знать про него. Я спокойнее бы с ним общался, если бы этого я не знал. Или я говорю там, если у тебя есть какие-то моменты, чтобы есть сексуальная инвентаризация или еще что-то, что ты не хочешь, чтобы я знал. Какие-то большие откровенности. Не надо мне читать. Скажи суть, в чем ты видишь свою неправоту. И иди к священнику может сходить. Еще к кому-нибудь. Какой-нибудь женщине в программе. Расскажи. Надо это сказать. Мне не надо это рассказывать. Но если настаивают, я слушаю. В основном настаивают. Я слушаю это. Так же мужику я говорю. Если есть у тебя какая-то тайна. Потому что мне лучше, пусть он расскажет кому-то, чем он соврет или не расскажет вообще. Потому что я знаю что-то такое. У многих людей. Может и у меня есть что-то такое, что я не хочу, чтобы кто-то знал. Даже мой спонсор. Я могу в общем сказать. Я не хочу рассказать какую-то историю, ситуацию. Но она меня тяготит. Я говорю, если тебе что-то тяготит. Я знаю по себе. Надо рассказать кому-то. И все. Пойди кому-то расскажи. Признай перед кем-то это все. Кому ты доверяешь. Сходи в неизвестном городе в церковь на распредосвещение. Все. Поисповеду. Хотя бы так. Вот так вот. Заканчивается четвертый шаг. Потом начинается пятый. Я думаю нам надо сделать перерыв. Попить чаю. А вы скоро уже собираетесь. А четыре часа. Вы топите можете быть? Или у вас будет? Да, да. Не надо. Пришли. Да, да. Спасибо. Или, а что выключить камеру? Можно выключить? А вы не слышали, что на некоторых случаях... ...в Москве, в России. Что, выключить камеру? Подожди, подожди вон.